Привет! Вы смотрите «Бесценный опыт», шоу, в котором мы с друзьями собрались вместе, чтобы поиграть в ПФ, записать это на видео и... Поделиться этим с вами. Да, всё так. Глеб, а что ты изучаешь? Машу. Хммм... Даш, ээ... Минус шутка, минус шутка, минус шутка. Маша сегодня не будет, Маша заболела, а поэтому за неё сегодня играет Глеб, потому что Глеб у нас, видимо, дежурный по отсутствующим игрокам. Ну, а кому это ещё доверить? Кому. Позвольте в комментариях, может, теряющего выздоровления. Наверное, она уже выздоровела. Или Максиму, да. Или Максиму, да, тут, ну, типа... Саня, что расскажешь? Ой, нет, я не подготовилась, ты чего? Там всё то же самое. А, да? А я не могу не рассказать вам про наши прекрасные соцсети. Начнём мы с группы ВКонтакте, там есть мемы прекрасные, замечательные и просто чудесные. А ещё теперь выпуски. Там ничего не помен... И в выпуске. Всё то же самое, смотри. Там всё хорошо. Он просто захотел ему на что-то баллы. Внимание! Очевидно же, что я его ем. Выпуски смотрят только вот на этом моменте, когда Соня говорит. Так, я забыла, что у нас есть всё. Молодцы, что вы сделали. Ладно, на самом деле я вас обманула. У нас есть телеграм-канал. У нас есть телеграм-канал, там есть смешные кружочки, там есть скринж, там есть хайп. Подписывайтесь, там прикольно. Вот, также у нас есть замечательный дискорд. В дискорде у нас наша прекрасная, замечательная комьюнити. Там арт от подписчиков, мемы от подписчиков, там подписчики. Там круто. Вот, тоже там можно найти себе игры при большом желании и при маленьком сайте тоже. Вот, это круто. Вот, и также у нас есть твич, где каждую неделю в 12.00 Федя стримит наши выпуски и смотрит... В субботу. В субботу, спасибо. Что это за предложение было? И стримит. Вот, смотрит наши выпуски, можно посмотреть вместе с ним. Переходите, если вам интересно это сейчас. Можно заново, пожалуйста. Реально нельзя. Кринж. Вот, и, конечно же, так, сейчас, здесь нужно собраться. Все-все, про Дзин скажи. Яндекс Дзен. Слушайте, вот эти правки в моменте я так не могу работать. Слушайте, все то же самое. Но все то же самое. Слушайте, вы накидываете, ну, на вентилятор мне вот из-за информации. Вот, также у нас есть Дзен теперь. Это как Ютуб, но Дзен. Вот. Там тоже выходят выпуски. Нет, там же видеохостинг. Тоже видеохостинг. Там тоже выходят выпуски. Но все правильно говорить. Технически любой сайт это Ютуб, потому что сайт... Может, реально, заново. Да, ну, ты что? Это ужас. Дорогие подписчики, мне жаль. После этого говорить вам про то, что у нас есть Бусти. На Бусти можете поддержать нас с копеечкой, получить за это дополнительный контент. Самый крутой из которого это, ну, кроме «Спасибо за 1200», это «После партии». Это подкаст, в котором мы после каждой партии, всячески уходя из-за этого стола, говорим, что нам нравится, что нам не нравится. Вот. И продолжаем все равно играть в это. Вот. А так обсуждаем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. На следующей неделе. Не ладно, Соня, вот это хорошо. Нормально. Нормально. Вообще, в Кирилле... В глазах Кирилла 0% по осуждению. А надо было бы чуть-чуть. Осуждайте. А я это... Ой, у меня голова сгружилась. Эти времени потерять больше не будем. И приступим к очередному выпуску, бесценному выпуску. Пошли вы все нахуй. Вот это да. Редактор субтитров. Дорогой Оливер, мы продолжаем храбро исследовать подземелье монастыря. Без тени страха и промедления мы заходим в комнату за комнатой и сражаемся с монстрами. Электрические твари в бане было больно, чуть не погибли. Статуи дворфейских воителей и жирных уродливых дворфов друзьям было больно, мне было интересно. Оказалось, что тут комнаты двигаются. Дух гомункула очень непонятно. Некоторым противникам я вообще ничего не могу сделать. Хорошо, что есть огрен и волшебный топор. Комната с сабелисками жертвами в Аргулии было принято волевое решение не идти туда, а изучить туннели, из которых пахло серой. Там мы дошли до какого-то мощного кузнеца и героически признали, что к такому пока не готовы. Осталась последняя дорога в колодец. Хитрый колодец оказался ловушкой. Мы упали вниз, где нас встретили кобальды и мерзкая клыкастая жаба, которая плюнула в Рим. В Рим. За что и была повержена. Кобальдов мы тоже убили. Будет чем проверять следующие комнаты. Кстати, у Кики и Рин тоже происходят какие-то свои истории. Не знаю, что именно они сами расскажут тебе, если захотят. Все мои подвиги ради тебя. С любовью, Камелия. Ну, действительно, есть в целом, чем кидаться. Блин, на самом деле, я вот сейчас пожалел, что я никогда историю не любил. Потому что, когда Кирилл сказал, что жаба плюнула в Рим, хотелось какую-то историческую шутку. Да, 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 да. Вы сейчас в глубинах подземелья. Уже даже не в подвальном уровне, а где-то глубже. Вокруг вас множество трупов-побликов, в которых вы не так давно уничтожились. Куда больше легкостью, чем до этого. И три выхода из этого складского помещения. Один туннель ведет куда-то в сторону, видимо, рудных шахт или чего-то подобного. Другой упирается в сплошную стену. И есть дверь. Неподалеку от вас. Дверь? А, вон, дверь реально. Никогда не замечал. А мы... Напомните, пожалуйста, мы на прошлой лутали комнату. Да. Да? Это, да, мы осмотрели. А почему стоят бочки? Я рассказывал, но все бочки здесь либо разбиты, либо пустые. Видимо, давно облутаны кем-то еще. Но, вероятнее всего, у Коблина. Окей. Было бы странно. Что? Какие планы? Что будем делать? Ирина продолжает снимать себя слизь от этой жабы. И она такая, не думала, ты нормальная жабонька. Почему ты это делаешь? И потом она смотрит наверх и видит, ну, невозможность подняться на котелке наверх. Такая... Как мы будем подниматься? Ну, как мы и свыгаемся? Да, давайте сначала... Как? Ну, может быть, нам надо это решить? Потому что, ну, давайте мы сейчас просто... Если мы будем убегать, чтобы мы убегали и знали, что мы поднимемся наверх, а не просто, ну, типа... Есть маза для кошку реально закинуть? А, есть маза построить небольшую подставочку и дотянуться до цепи. Цепь зависается в высоте, может быть, 10 футов и просто по цепи, как по канату залезть наверх. Это будет много проверок? Это будет, да, 6 проверок атлетики, чтобы забраться наверх. Если мы смотрим прям по правилам. Так, а вот, ну, механизм, который поднимает, опускает, весь полностью сломан и вообще никак не... Слушай, весь механизм был цепью. Цепь можно... Но она же была на какой-то... Она мог, но все еще на этой штуке. Отцепился котел. Подожди, а как они поднимались тогда наверх на этом котле? Кто-то сверху их поднимал? Какой ужас! Либо кто-то поднимал сверху, либо они поднимались сами. Кто-то внизу зацеплял цепь за котел, и они поднимали, крепились, заново делали ловушку. Огрин, я думаю, стоит палит в проходы, потому что у нас еще один ковальт убежал в другую часть пещеры. А тут никто до сих пор не пришел. Скажи мне, эту цепь можно ниже опустить, поднявшись наверх и просто, типа, подкрутив... Да, вполне... Ну, слушай, она опускается до того же уровня, как котел опускался на землю с цепью. И можно приделать обратно котел? Можно. Вот, просто мы знаем, что теперь в него не надо залезать всем. Да? Не, глобально вы можете использовать это даже как подъемник, но вам нужно будет подниматься там по одному, по двое где-то. А вы змеё... нет? Нет, она все еще там... Да. Лорус, ты был с нами? Ну, а ты в этой боевке очень круто спрыгнул с цепи, раскачался на цепи, не упал в котелке, раскачался, прыгнул на ковальт и фиганул... Промазал. Но прыгнул красиво. Но прикольно, красиво. Короче, придумал я и спалил глеб. Давайте кто-то сейчас поднимется, просто спустит цепь, мы доделаем это, чтобы было удобнее подниматься обратно. Ну, хорошо, давайте. Пока здесь ничего не происходит и мы можем здесь спокойно находиться. Тут вроде никто не идет. Пойдем. Я хочу подсадить. Окей, да, слушайте, не та проблема. Какой у тебя бонус к атлетике? Атлетика плюс 8. Плюс 8, слушай, я не буду просить тебе кидать какие-то проверки. Ты совершенно спокойно поднимаешься по цепи наверх. Ну, типа, да, хороший воркаут для кора, но так. Забираешься наверх и, да, ну, на самом деле, когда ты просто цепляешься уже за цепь, ты себя пускаешься до самого низа, просто под твоим весом. Вот. И вы в состоянии приделать к ней котел, но отсюда вы не сможете его поднимать. Ну, понятно. Как мы спускались, там же была какая-то система, которая... Да, мы же не обсудили, что наверху. Пойдемте в дверь, не уверен, не начало. Ну, да, как будто бы она выглядит... Ну, скорее всего, там кто-то сидит. Максимум для контекста. Вот из правой части, вот там, где камушки разбиты, пробежало штук 8, нет, 7, 6 кобальтов, 5. 5, и мы их расхерачивали, и один убежал вон в те туннели. За дверью мы вообще не идем, что там, я вообще не знал, что она существует. Да, отлично. Давайте в дверь. Да, 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 проверим, что там. Тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук? Не, не, это типа топот. Тук-тук-тук-тук. Я хочу прислушаться до этого к двери. Хорошо, внимательно. Она дает хороший совет. Ты как не прислушаешься. Нет, это 8. Прошу прощения. 8. Слушай, нет, не похоже, что там кто-то есть. Я хотел бы... Это что за дверь? Это просто деревянная дверь с петлями открывается на нас? Да, все так. Света нет там, где мы, не за дверью. Нигде здесь не стоит. Отлично, все. Ну, кроме того, что издает блесток. Ну, да, да, да. Во, вопрос у меня. Тут кобальт от усилия. Мы сюда спустились, когда... Тут нет никаких факелов и света, тут же... Кобальтом не нужен цвет. Кобальтом не нужен. Вот, вот это мой... Ну, по крайней мере, у тебя складывается четкое впечатление, что мне что-то, что ли, сильно волнует. Значит, что у них ночное зрение. Все так. Ну, давайте открывать. Открываем. Хорошо. Немедленно. Вы открываете проход. Судя по всему, еще одну кладовую. Пустые ящики, разбитые бочки, потолок держится на деревянных балках таких стропилах. Ну, захожу внутрь, осматриваю комнату. Хорошо, не вопрос. Внимание. Я думаю, что я остаюсь в ней комнат и продолжаю смотреть в... 28. 28. 28. Окей. 20 куба. 20 куба. Ага. Чтобы это не было, это Крит. Да, безусловно. Окей, осматривая комнату, ты... Ты начинаешь осматривать ящики, осматривать бочки. Опять же, все, что было хоть сколько-то ценным, ну, очевидно, вынесено или просто давно сгнило. Но ты вместе с этим обращаешь внимание, глядя наверх, на какие-то дополнительные в поисках чего-нибудь. Ты обращаешь внимание на еле движущуюся фигуру, маленькую, где-то вот как раз на стропилах, которая вот так вот залезает за нее. Какая-то такая поменьше рин, а склизкая, человекоподобная. Ты что? Давай на общем, а? Что там? Ты видишь, что произношение меняется. Мне кажется, никто из вас не знает ни одного из этих языков. Если бы мы знали, что это за языки, мы бы тебя поняли сейчас. Скажите мне, что вы знаете. Общий Сильван Драконий, эльфийский гномий? Нет. Ну и ладно. Дворфийский великаний? Нет. Орчий? Нет. У меня тоже эльфийский гномий там все. Маши? Дворфийский там. Нет. Вы, нет, вы не понимаете, Ябарич. Спускайся сюда. Ты видишь, что существо не спускается, но оно повисает на стропиле так, чтобы его можно было полноценно разглядеть. А тварь выглядит пугающе. Это как, оно выглядит так, как будто четыре щупальца и уродливую голову большой пиявки соединили в одно человекоподобное существо, но без швов. Это просто вот такая вот, как обезьянка из слизи и щупалец. И вот оно висит вот такого примерно размера черными, почти фасеточными глазами. Это как осьминог, но с четырьмя щупальцами. Ну, обезьяна. Да, типа того, да. Осьминог, обезьяна, можно так сказать. Как собака-макака. Ну, собак, в этой игре это... Осьминог, обезьяна. Осьминог, обезьяна. Осьминог, обезьяна. Вау, какая красотулька. Я заглядываю в комнату, вау. А что оно? Могу кинуть общество. Это не общество, это оккультизм или мистицизм. Хорошо, это будет оккультизм или мистицизм. А, нет, это оккультизм. Это будет оккультизм. Можно кинуть? Можно. Семнадцать. Слушай, это обезьяна-осминог. Да, это литролеон. Ты читал про них. Жаботу в джунглях, как правило. Они летают в тех же местах, где вот... Где вот змея, про которую вы рассказывали с шукульцами, а не с обрачей. Это опасная тварь. Семнадцать. Семнадцать. Слушай, ну какую-то херню несет. Это похоже по описанию, ну по виду, по крайней мере, на так называемого душителя. Маленькая мерзкая тварь, которая скрывается и душит противников. Как правило, одиночки такие маленькие падальщики. Не из этого мира. Ага. Так. Так. Ну хорошо. Жди тут. Я пройду туда, а потом вернусь сюда с едой. Хорошо, попро... Кинь мне... Ну кинь мне дипломатию, да? Уууу, двадцать четыре. Двадцать четыре. Хорошо. Окей. Вполне себе достаточно. Кур с киршком. Короче, ну я выхожу, иду за кубль, значит, ну там, мы устрелись. Приношу ему... Расходники. Чисто. Приношу ему кобальды. Кап-кап. Спрыгивает вниз, и начинает, типа, откручивать ему конечности, откручивает голову, и начинает залезать обратно. Кап-кап-кап. Кап-кап. 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 Мы нашли себе зверушку. Мы сможем его использовать дальше. Либо он нас также съест. Ага. Ну, мы-то знаем про него, а кубль Донецк, скорее всего. Ну да, он не нападает на нас активно, я бы не стала его убивать. Ну да? Давайте... Сейчас попробуем. Ну, Лорж дождается, пока он доест. Это же какое-то время занимает. Я хочу на себя лечение рамкинуть. Хорошо. Окей. Еще? Еще? Кап-кап. Кап-кап. Хорошо, и он приносит ему еще одну. Чуть-чуть задумывается, потому что, ну, два кобальта перед ним, оба вкусные, он пытается понять, кого из них есть. А-а-а. Начинает еще какие-то куски его отжарить постепенно. Ну, типа, кобальта много для него, он сам меньше кобальта, и это ему, в общем-то, какое-то долговремское... Лорус, короче, в это время... Лечение тоже на себе тихо. Пока он ест, он ищет какую-нибудь бумагу и ручку, ну, условно, чем можно нарисовать что-то. И рисует, значит, нас, как просто пять человечков, его, и пытается изобразить, короче, смотри, я постараюсь написать, что вот мы идем, типа, вместе, он из-за того, что... Ну, он, короче, как разведчик наш, мы убиваем, и он ест. Хорошо. Кинь мне... Боже мой. Ну, еще одну проверку дипломатии, а DC меньше уже. Нельзя посраться. У всех у нас есть пункты героизма, напомню. Ну, по одному, да. Так, а тут не работает так, что я тебе говорю результат, ты говоришь нет, и я перекидываю. Ну, я считаю, что... Тут не написано этого, я... Да, почему не? 13 не хватит, да? Нет, не хватит. Вон героизма. Войни. Да это супер-войни. Ну, 25. Окей, хорошо. Тварь, судя по всему... Ну, во-первых, существует очевидно разумное. Может быть, не гига, но разумное, тем не менее. И, глядя на рисунок, он его изучает, он смотрит на кобальдов. Скирш. Курганда. Курсина. Он с нами. Вау. В смысле, с нами, типа... Ну, в смысле, мы с ним договорились, что он будет... Он же очень... Вот с ним? Да, 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 смотри. Он очень незаметный. Я его с трудом, ну, сам подметил. Он будет идти чуть вперёд, смотреть. Если он видит кобальдов, он к нам прибегает, говорит, там кобальды, мы их убиваем, а он потом, собственно... Кушает. Жрёт нас, когда... Кобальды закончатся. Скорее всего, но мы будем к этому готовы. Да, и в целом нас больше, если что, мы в любой момент можем его убить. Да. Хорошо, что он нас не понимает. Как назовём его? Да, мы не понимаем, что говорите. Кики. Лорус. Скирш! Его зовут Скирш. Скирш! 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 Он, типа, с меня размером. Сменьше. Дипломатия! Нам ещё корабль. Я предлагаю следующих кобальдов, типа, просто с собой, блядь. Ну... Ну, они нападают на нас сами. Я, в целом, готов отправляться. Пойдёмте в тут туннель? Туда, куда убежал кобальд, да? Чтобы... Ну, давайте, да, давайте начнём оттуда. Хотя я уверен, что там такие... Эти самые будут, чтобы... Так и так выйдем куда-нибудь. Скирш! Видишь, что он припадает к земле и перемещается практически как вода по ней. И когда он выходит за пределы вашего... Вашей области видимости, никто из вас, ну, просто так его уже не замечает. Действительно, весьма хорошо скрывается. А вместе с этим, Лорус, я думаю, ты один из первых слышишь какой-то, ну, знаешь, такой... Как бы это описать получше? Акинь мне внимание, вообще. 12, 13, 13, ты слышишь что-то формата типа... Вот что-то вот такое, еле-еле приглушённое. Откуда? Да, оттуда. Пойдёмте тоже туда, там кого-то пытаются... А можно мы чуть-чуть ретроспективно вернёмся, потому что мы потом это не сделаем? Можно мы осмотрим комнату? Так мы осмотрели её. Я же так его и нашёл. Вот, тварь выглядит вот так вот, если что. Ладно, хорош. Боже, скирш! Вот, ааа, хорошо, ну, вот, пока что вы здесь. А вы ждёте, пока скирш вернётся? Ну, мы потихоньку выступаем вперёд. Выступайте, хорошо. Опять же, должен отметить, что... Что это узкие пространства, ёбанарод. Это мало того, что узкие пространства, они сделаны под кобальдов. Потолки здесь невысокие, и для всех, кроме рин и скирша, это труднопроходимая местность, потому что вам приходится пригибаться и периодически ещё протискиваться. Но скирш в какой-то момент, ну, достаточно скоро возвращается, просто оказывается, ты топор приглушаешь, как-то прячешь? Ну да, 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 я думаю, что это. В таком случае ты видишь, как он подкрадывается ближе, ну, вот так вот, по стене ползя, и полушёпотом произносит... Коп-коп. Шэна кузэра у... Амсу! Су! Апи... Асакария... Асурар... Арикураса! Су! Ам... Ту! Уруасанага! И... Ура! Сукана! Мал! Уасанга! Сакана! Чидэ! Коп-коп! 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 Ммм... Са-ра-ра! Ай, яс! Спасибо. Скирш! Хочу-хочу-хочу! Так, скирш вернулся. Я-то думал, что ты с стеной разговариваешь. Ну, там западня, значит... Справа четыре кобальта. Идёмте, короче. Я не смогу так же эффектно всех убить, как в прошлый раз. У меня не хватает уже сил на это. Я не помню, как ты это сделал. А я пятерых за раз захерачал. У меня память короткосрочная. Ну, это чего, блин? Хорошо, вы проходите вперёд. Да. Какой последовательности? Лорус. Лорус. Камелия? Камелия, видимо. Я, видимо. Я в руках держу медицинский набор и... Жезл огненных ладоней. Кикерин. Что это? Медицинский набор и жезл огненных ладоней. Держу в руке. Хорошо. Окей, хорошо. Постепенно вы продвигаетесь вперёд. Лорус, ты, поскольку идёшь впереди, топор спрятан, опять же. Ну, пока да. Пока да. Благодаря своему ночному зрению ты в состоянии хотя бы видеть, куда вы движетесь. Ты понимаешь, что, ну, вот здесь, тут, где вы проходите, очевидно, есть небольшое возвышение над вами, которое служило, вероятно, для засады. Но сейчас там никого, судя по всему, нет. А я могу туда, ну, как-то, значит, так подзабраться? Ну, ты можешь вот так вот сделать, да. Да, да, лежат какие-то куски базовых припасов, может быть, какой-то камушек, типа вот такого рода вещей. Да, ну, обычный. Вот, ну, ничего сверхъестественного, просто, ну, ты понимаешь, что здесь кто-то был, и они сейчас, вероятно, да. Ну, я тихо передаю вот эту информацию, и дальше... Хорошо, двигаемся ли мы скрытно? Да. Скрытность, пожалуйста. Да. Вау, сюда. Чешил на тебя? Да, да, да. Хорошо. 11. 11? 19. 19. 11. 11. 24. Ага. Я набрал, у меня 13. 13. Хорошо. Окей. Ну, я думаю, в одной команде. А мы в разных. Я за Кобальтов. Я за Скерж. Я за Скерж. Скерж, кереш. В таком случае, вы двигаетесь вперёд постепенно. Я доведу вас пока что вот досюда, потому что здесь откроется карта. Угу. Типа, по платной подписке. Карта плюс. Сейчас тройку выкидывает просто. Карта тройка. Костюм. Ой, мои, какие сегодня заряженные, позитивные. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Сейчас я вспомню, как он собирается вообще. Да ну. Кирилл там бегает какой-то. Ага. Ну, значит, во-первых. Так, так, все таки попробуем. Угу. А, спалился там ничего важного. Нет, ну, просто туда я не прошу. Ну, спалился что-нибудь. Снова раскусили их. Реально. Прочитали как? Открытали книгу. Нет, книги мы не любим. Особенно открытали. Сейчас я ещё чуть-чуть пократиться ориентируюсь, что у вас по правой руке должно быть сейчас. Ой, не так, что ли? Слушай, а ты пока там, ну, разбираешься фоном, можно вопрос? Конечно. А вот пунктов героизма за чудеса дипломатии не предусмотрены? Нет. Жаль. А жадного мастера ответ? Всё, Тайк. Как же ты собираешься-то здесь? Ну, вот так. Вот так что-то. Да, это вот этот кусок. Какие-то желудки. Да, всё же видно. Всё видно, да. Вы обращаете внимание, что есть проход направо и проход налево, соответственно. Но они все в темноте. Вы просто понимаете, что туда тоже можно продвинуться. Так, а скажи, пожалуйста, вот звуки. Оттуда. Идём туда. Окей. Мне же чуть обидно, что Лоресу приходится обходить, а все остальные через стену могут. Окей, Лорес, окинь мне внимание, пожалуйста. 21. 21, хорошо. Дальше, с проверкой в 21, мы кидаем инициативу, и ты не застанешь врасплох. А мы? А вы посмотрим. А наша скрытность не инициатива в этой ситуации? Нет. Спасибо. В этой ситуации... Огрен! Ей! Амелия! У-у-у-у! Как удобно. 25 и выше. 20 и выше. 23. 21. 21, Лорес. 20-15. 17 оба. Камелия Оглин. Оглин, Камелия, 17. Я только огнировал и кидаю. 14. 14. 14, неплохо. А, ну и, конечно. Куда мы без него? Хорошо. Лорес, что ты видишь и почему успеваешь... Ну, тут вопрос, наверное, к тебе, как ты успеваешь стригерировать. Ты, безусловно, хочешь раньше. Но ты замечаешь, что вообще ты видишь. Это небольшие возвышения в стене, но выше, чем Камелия. Это обычное возвышение. Там, судя по всему, стоят кобальты, о которых, ну, вас предупреждали, поэтому ты хотя бы смотришь вообще туда, и они вытягивают оружие. Ты, я готов предложить, достаешь топор просто, освещаешь все пространство, и это становится сигналом для всех остальных. Рин, ты ходишь первый. Что пожелать? Да, я вижу, как Лорес достает топор, понимаю, что там какой-то движ, протаптываюсь к нему, и хочу за ним спрятаться. Раз, два, три, ты не можешь спрятаться в пространстве человека. Не могу там... Я вообще не могу там находиться, получается. Ты можешь тут раз, два, три, четыре, пять, и оказаться впереди всех. Ну да, но это не... Ну так же потом входит вот. А, ты не знаешь. Хорошо, тогда за два действия я отложу свой ход на тот момент, когда Лорес подвинется, и я смогу встроить его. Ты можешь просто передвинуться по инициативе? Ну, тогда я же... Я передвинусь по инициативе куда? На любой момент, когда захочешь войти. Да? Да. А, ну супер, давай тогда я... Все, ты свободно действием откладываешь ход, все, и совершаешь все. Как это действие у нас называется прекрасно? Тактировывание. Ой-ой-ой, ты что, охерел? Не, как... Какое-то название у них есть. Да, да, там есть одно выжидание, по-моему. Короче. А, выжидание, это одно есть. Начать свой ход, ты решаешь отложить свой ход, все. Супер. И дальше так же свободным действием в любой момент после ухода другого, любого существа, говоришь, Йоу, я хожу сейчас, ты хожу сейчас. Какая жесть. Это что, тактическая сложная игра? Да, а ты что думал? Ничего себе. Ничего себе. Окей, хорошо. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. И ты тоже так можешь делать? Хорошо. Лорус? Лорус, смотри, я могу с прыжка забраться на это возвышение? Да, спокойно. Смотри-ка, как мы можем сделать. Ну, тебе, собственно, туда надо дойти. Мы можем сказать, что за два действия ты можешь подбежать и прыгнуть как раз к разбегу и захватиться, залезть. Давай. Окей, куда? Туда-то туда? Вот сюда вот. Сюда, хорошо. Соответственно, да, ты в состоянии сделать условно вот так, разбежаться. Открыть прыжок, пожалуйста, в высоту. Прыжок, высоту. Снимай. Насколько он базово может прыгать? Вертикально, три фута вверх, пять футов горизонтально, чтобы запрыгнуть. Да, этого вполне себе достаточно. Можешь даже не совершать проверку атлетики. А ты просто прыгаешь сюда, цепляешься. Но есть нюанс. На клетке, куда ты пытаешься забраться, кобальт. Ты можешь либо попробовать скинуть его оттуда, последним своим действием, либо толкнуть его вглубь. Скинуть. Скинуть, хорошо. Вот тогда соверши мне проверку атлетики. Либо протиснуться он мог. Я сомневаюсь, это тринадцать. Это тринадцать. Этого недостаточно. Ты пытаешься его стянуть, кобальт делает... На драконию просто вырывает ногу, ты остаешься, в моем понимании, висеть, потому что какие у нас еще варианты. Вот одной рукой ты, видимо, топором пытался его как-то. Скинуть оттуда. Ты также, благодаря этому, видишь, что он там не один, и за его спиной стоит еще один. Но, во-первых, покрупнее, во-вторых, как-то поувереннее. И ты видишь, что он раскручивает такую же штуку на цепи, как была у альпиноса кобальта, приглядываясь специально к тебе. И они будут ходить сейчас. Потому что они тоже перенесли свою инициативу. А вот вопрос. Да. Арина не может сейчас ходить? Можно. Я просто сказал раньше. А, это прям настолько. Окей. Ну да, в конце хода. Ты можешь сейчас в конце хода их, например, ходить. Вот, так, кого ты видишь наверху? Вот такого человека, который стоит впереди. Вот такого человека, который стоит позади. Позади атакует тебя. Поскольку ты висишь, ты считаешься застигнутым врасплох. А вот отпустить не свободное действие? А-а-а... Свободное, ты можешь решить с вами в конце своего хода упасть обратно. Ну тогда я это решу. Все, не вопрос, тогда ты становишься вот здесь. А-а-а, хорошо, тогда он просто, тогда у тебя как раз укрытие наоборот. А-а-а... Он совершает тебя по тебе атаку. Это 23, у тебя 3 четверти укрытия. 3 четверти это... Плюс 4, когда? Плюс 4, это ровно тогда. Ровно попадает. Хорошо. А-а-а... Вообще... Спрятался бы вначале, но я это не сказал. А-а-а... Он сделает это просто еще раз. Нет. И нет. А-а... С другой стороны... Не видно ничего. Для начала вот так. Какое у тебя... А, у меня же записано твое внимание. Нет, ты слышишь, как с другой стороны кобальт так же к тебе подградывается. И вот здесь... Он пытается через пространство попасть по тебе, но это слишком далеко, и у него тоже ничего здесь не получается. И ход закончен. Все, теперь я хожу, я вижу, что там начинается замес. Раз... А, я там не смогу дойти до Лореса, да? Прямо до Лореса? Раз, два, три, четыре, пять. Нет, в одной клетке останешься от него. Жаль. Мне кажется, ты такая маленькая, что можешь попробовать спрятаться вот в самом верху тебя. Смотри, там есть вот такое вот... Раз, два, три, четыре... Я смогу быть спрятанной от, допустим, боковых кобальтов, если зайду за этот уголочек. А сможешь? Ну, типа, ну, это два действенные перемещения. А если ты просто высунешься, вот встанешь перед камелей и условно пристанешься к стенке, потому что они все равно... Да, ты можешь встать вот сюда и попробовать спрятаться от этих кобальтов. От этих? Ну да, видите, тебя меняет. Зачем? Ну, в смысле, зачем я спрячусь от них? За стенкой вот так вот, типа, просто скрыться из их полюбинности. Но они для меня тоже как будто бы подскрыты. Да, они просто не знают, где ты, и если ты хорошо пройдешь проверку, они будут считаться застегнутыми простоми. Ну, я имею в виду, что у них нет от меня укрытий разве в их позиции или внешней. Ну, забей тогда, я выхожу и просто фокусируюсь на своем оружии. Делаю глубокий выдох, натягивая лук и стреляю в 1... ну, в 1-й челла с той стороны. Хорошо. 16. 16, ровно? О, отлично. У него тебя влюбили. Тогда это 7 единиц урона. Ага, окей, принято. 7 единиц урона, записали. Он взвизгивает, стрела застревает у него где-то в очевидно важном месте. И кобальт сзади в ушах. Все, хорошо. Все, да, это все мои места. Все, хорошо, тогда на этом твой ход закончен. Рин теперь ходит по инициативе вот здесь. Также вы видите, как из того коридора, достаточно быстро перемещаясь, на верхом на жабе выпрыгивая, выбегает кобальт. И, ну, очевидно, угрожает вам на драконьем, который понимаешь ты. Да, Витя, Кейн? Да, да, да. А тогда вы слышите... Наш король практически завершил, и вы умрете здесь. Ни шагу назад! Кейнки начинает смеяться. Это он угрожает. Нет, вообще да, я думаю. Я думаю, что да, но 11 никого из вас в голове не пробивает. А, это был... Подожди, а что это? Это угроза. О, верхом на жабе. У меня 8 воли. Да, плюс 10. А, плюс 10. Так какое жабоперемещение? 30. Ну, да, он походил. Ну, да. У-у-у, я жабоперем. Ну, это будет участие перемещения, он становится... Да, и... Да, и все, и остается здесь. Просто вышел. Так, вот это. Ага, хорошо. А, челики сверху, этот, прямо рядом с тобой, и делает... И ты понимаешь, он говорит, ты мне не надо! И пытается ударить тебя копьем сверху. У меня против него есть этот... Против него нет. Но даже без него это 16. Ну... 17? Нет. Ну, все, да. Ну, ладно, ладно. Может, и крит будет. Это не крит. Другой же, в виде рин, попробует выстрелить в тебя... Попробует кинуть в тебя свое копье. Не въебать ему мимо тебя, а она приземляется рядом. Она такая... А я такая маленькая юркая, у меня не так. Блин, сах. Ты видишь, он еще одним действием вытаскивает, прощу, раскручивает ее, запускает в тебя камень. 12? Нет, это... 14 даже, да? Нет. Больно, стрела торчит в бочине. И, ну, сзади, как грима в «Властелинный колец», как змеиуст, по-моему. Ага. Он такой... Такой титуал. Гнилоуст. Гнилоуст, да, спасибо. Огрин и Камелия. Огрин и Камелия. Смотри, Камелия... Блин, нельзя прерывать перемещение. Я нельзя. Давай она пойдет в сторону... А, она вот сейчас там стоит, да? Да. Тут 20 футов есть до Кобальтов, которого уже стреляли? От Камелии? Да. Да? Да. Тогда она кидает в него нож звездок. Нож звездок, хорошо. Это 18. Попадает он мертв. Она кричит ему «Потом вернешь!» Может ли она за остаток своего передвижения... А, у нее 40 футов... Нет, у нее 35 футов перемещения. Может ли она залезть вот туда, вот к этому Кобальту? За два действия, да? За два действия. Давай она просто туда залезть, я думаю. Хорошо. Чтобы быть скрытой и... Она залезает сюда и видит вот раскручивающего своего... Ножи вот эти. Да, все так. Огрен встанет... Вот есть еще один отросток. Видите? Да, вот на одну клеточку перед ним, чтобы быть в центре всего. Вот так видеть всех. И давай... Кинем взгляд назад. Ничего ли там нет? В отростке нет? Да. И давай, наверное, в жабу... Нет, в Кобальта, который на жабе... Иглодротики прилетят. А они как сейчас? Ну вот, я и говорю... В Кобальта, на жабе, иглодротики. Поехали. Это 20. 20. Попадает? Даже? Да. Сейчас я проверяю. Да, это 20. Хорошо. 11 единиц урона. 11 единиц урона. Хорошо. Сейчас я придумаю, куда это записать. КТС. 11 единиц урона, говоришь? Хорошо. Иглодротики пронзают. Ой, сладу. Жаба. Все, на этом все. Мы не пропустим вас. Все, на этом. Да. Хорошо. На передвижение два действия, да. В таком случае ты первым вообще становясь в это положение. Замечаешь. Блин, тут что-то много противников. У меня нет массового. Ну, во-первых, что? Как он хорош. Да, расправьте, пожалуйста, я не дотягиваюсь. А 20, наверное, это не крит был? Нет. Вы прям просто в обратную сторону. Прямо. Ну, я такая сама расстраиваюсь. Сделай трамплин вообще, чтобы он туда шел. Блин, Соня, извини, пожалуйста. Ну, грубо все. Произвини, если было грубо. Извините. Ну, он долго летел вот так. Вот этот. Положить. Ну, как он хорош с этими картами, конечно. Вот, потому что ты видишь, что оттуда идет еще один. На ком? На жабе тоже? Да, тоже на жабе. Все свое перемещение он тратит на то, чтобы пройти. А он останавливается в этом проходе. И ты слышишь. Мое имя Кап Мэк. И это значит, что... Блять. Убейте их! Кики, твой ход. Что? Кики в аху. Во-первых, она начала понимать кумультов. Вот, ну, она подходит поближе. Раз, два, три, четыре. Пять, пять, пять. Вот, я вот отсюда... Я вижу вот этого вот, который прискакал на жабе. Игл дротики у него. Хорошо. Плюс два кода. Еще один шаг будет, не будет плюс два кода. Потому что я стою на пара-коде. А, хорошо. А в того, который этот... Да, а вот в этого? В этого легко. А, хорошо. Не будет жаба. В него. Хорошо. Это... Так, это семнадцать. Семнадцать, мимо. Ладно. Все. Все. И к этому он уже был готов. Вместе с этим вы в состоянии услышать... А, голоса... Подожди. Зрел. Тогда я просчитал цех. Че? Где скрыш? Садо. Прячется. Скрыш. Вы слышите голоса сзади. Блин. Вместе с тем, как из того помещения... Вам в псину... Выбегают кобальды... Это... Этот ход. Ну и вы слышите еще очевидно движение. Пахнет говной немножко, да? Пахнет отсюда. Они наконец-то вышли. Пух и пум. Поздравляю. Добро пожаловать в котел. На этом первый раунд закончен. Рин, твой ход. А, нет, не Рин. Рин, переходим на дело по инициативе. Лорус. Лорус. Смотри, Кирилл, у меня есть удар с выпада. Да. Я могу по жабе бить, вот который вот этот вот. Можешь. Все. По нему, по челику сверху, на ней тоже. Ну, я понимаю, я просто в целом по досягаемости. Давай, я бью по жабе. Хорошо. Первый удар. Так, это... У тебя не записано, по-моему, или что у тебя не записано? Или что у тебя такое? Че у нас? Извиняюсь. Вон же лист. Максон, мне это ишь? У меня тут топор записан. Значит, это плюс 9 на попадание. Все, не помню. 28. 28, это крит. Так, 7, 8, 16. 16 динсерона, отлично. Ты атакуешь жабу жабе, очевидно, больно ты оставляешь достаточно заметную рану на ее теле, но она все так же держит на себе наездника и все так же собирается атаковать. Дальше бью опять ее. Хорошо. И это... 27, минус 5, 22. Попадает. Три единицы урона. Хорошо. Третья атака. Полежа? Да. Хорошо. Нет. Тут. В таком случае, на этом твой ход закончен. Ходит... Ходит вот этот. Окей. Он попробует скрыться. Это достаточно успешно. Да, все, вашу пассивку он пробивает. Значит, лорусу мы считаем застегнутым врасплох. Минус 2 кб, плюс 2 кб. Плюс 4. Минус 2, да. Плюс 2 кб у тебя. Все, он тебя атакует. Сын падлы. 14 мимо. 14 очевидно мимо. Блин, интересный подскок у них нападания. В целом. И один с куба. Тот же. Владеет ли он обманом? Он не владеет обманом. Он даже отвлекающий маневр никакой сделать не может. Значит, он в ближнем бою будет пытаться атаковать Камелию. Для этого для начала он собьет ее с ног. Он попытается обвернуть вокруг нее и забить, соответственно, с ног. Это если я проверка атлетики. Против моей реакции. Против твоего спас рефлексы, да. Я выкидаю или просто? Один с куба. Ты выбираешь, оттолкнуть его или заставить его стать распластанным. Давай он распластается. Хорошо, он дергает, и Камелия просто ловит. Цепь дергает так же, и его сбивает с ног. Он поднимает. И пытается просто атаковать ее по-злому. Лежа? Нет, он встает. А, он встает. Он пытается ее атаковать. Это 20. Она ловко уклоняется. Хорошо. Это, кстати, сильные кобальты, если что. Рин? Блин, я вижу жабу. Я, ну, типа, у меня флешбэчат в эту слизь. Я прячусь за Кики от, ну, от этой жабы, получается. От той? От той, да. Да, окей, хорошо. Это, блин, пятнадцать. Окей. И пытаюсь выстрелить в нее, типа, я спрятаю. В жабу или в челик? В жабу, в жабу. Хорошо. Я хейчу жабу. О, это... Не позволяйте Васе это услышать. В этой игре только. Это 28. 28, это Крит. Это Крит. Тогда я кидаю вот это, и еще... Одиннадцать единиц эрона по жабе. Не удваивается или вот... Ой, я выкинула один. Не-не-не-не, мы обсудили. Второй это просто плюс. Ага, хорошо. От этого. А, я еще попала, еще плюс два, получается, это тринадцать единиц эрона. Тринадцать единиц эрона. Это умножается вот то. То, что плюс два у тебя, оно умножается. Ты уверен? Да. Тогда это еще две, это пятнадцать единиц эрона. На игре не смят. Да, я сомневаюсь. Ты уже больше тысячи сходили. Ну, я вижу, увижу, что плохо жабке, и стреляю в нее еще раз. Восемнадцать. Попадает. Она мертва. Одно хп оставалось. Отлично. Ты вонзаешь стрелу за стрелой в жабу, и она в итоге падает на землю, и кобальт просто соскакивает с нее. Жабу мы оставляем здесь, и кобальт с ее скакивает сверху. Хорошо. Это было три действия. Да-да-да-да, я все, я спряталась и дворя забрала. Хорошо, тогда на этом твой ход закончен. Ходит этот кобальт. Жабий? Да, который был на жабке. Жабий кобальт. Ну, он не может прятаться. За жабой. Ну, нет, он в прямой видимости, если он начнет прятаться за жабой, вы это также увидите. Это идиотизм. Поэтому он просто будет пытаться сбить с ног Лорусом. А у него тоже... Да, у него тоже. Цепнож. Цепнож. Влад, цеп наш. Слушайте, а... А, давайте я открою, что же это есть. Ну, блин, ну, простите. Я могу заткнуться. Не, не надо. Ну, я могу. Сбивание с ног. Ты чего? Ничего не сказала. Ты чего? Проверка атлетики. Он тебя обижает? Нет. 18. Нет. Против твоего сложности этого фрекции. Против чего? Бонус. Спас Барсов к реакции у тебя какой? Реакции плюс 11. Плюс 10. Все. Значит, у тебя 21 сложность, у которой он пытается пробить. 18 не пробивает. Ее ты просто сбиваешь с себя. Он пытается тебя просто атаковать. Это повторная проверка. 17. Тоже нет. Хорошо. Тогда он попробует сбивать, пытаться с ног тебя еще раз. Это для него идиотизм. А последним действием он все-таки попытается залиться в жабу. Ага. Хорошо. Лорус Ирин и Камелия прекрасно его видят. Он прячется просто за ней в укрытии. Просто копается в жабе. Да, да, да. Ирин начинает подташнивать. То есть она прям... Хорошо. Кирилл сказал гомлин. А, да? Значит, оговорился. Ошибся. Показывайте на него пальцем. Насмехайтесь на него. Настроение сегодня отлично, ребят. Не, не, отлично. Заряд добра и позитива. Так, ага. Ага, хорошо. Что-то происходит, да. Что-то происходит. Кобальт-воин над Лорусом. Он же ходил, по-моему. Нет, вот этот ходил. Который за ним. Не ходил воин. Ходил... Окей, как скажешь. Ну, кинься. Ага. Они пытаются. Они правда пытаются, ребята. Они собрались все вместе, чтобы попробовать отбить вашу угрозу. Но выкидывают... Семь на попадание. Вот это мне нравится. Четыре на попадание. А по итогу записывали видео и поделились с вами. Ну, ну, семь на попадание. Эти двое. Блин, у Кобальтов прям есть YouTube-каналов. Там первое видео было про дьявай... Дьявайка на корону. Для тебя. Ой, вас где они собрались здесь? Чтобы отразить наше нападение. Нападение. Записать это на видео. Вот так вот они становятся. Это они переместились. Один будет бить Огрима. О, нет. Малыши. У-у-у. Двадцать. Блин, попал. Ура. Гадалышкинс. Ну, четыре-единнадцать кольщего. Блин, отставим. И второй атаку он попробует, раз попал, мимо. Тот же будет бить Лоруса. Нет. Нет. Ходили. Да, да, да. Огрин Камелия. Камелия? Тебе по-другому не садь себе ходят. Камелия. Делает вид, что пинает нож звездочку, который торчит в другом коблете, чтобы он влетел в того, это финт. Хорошо, против внимания. Двадцать. Успех. Отлично, он заснул на стол. И она его, соответственно, фигачит. Какая же пизда, бедолаги. Так. Нет. Нет, я не хочу, чтобы этот... Блин, но... Но это точно не попадет, это одиннадцать. Точно нет. Да трать, похуй. Ну, а не умирать как потом? Ну, да, меня вот этого... Ну, если все враги мертвы, этого умирать нечего. Трачу пункт героизма. Это двенадцать. Окей. Тогда это атака мимо, раз действия, два действия, еще одно. Это все действия. А, третья атака. Вот, вот это девятнадцать куба, нахуй. Соответственно, это двадцать четыре. Двадцать четыре попадает. Или двадцать три. А на башню тоже может вложить финишер. Да, вот она сюда вложит. Просто он уже не застан в росту. Вот она сюда вложит финишер. Это же получается три до шесть, да? Это получается три до шесть, правильно же? Наверное. Да, два до шесть точного, ага. И еще... Четырнадцать единицеронов. Четырнадцать единицеронов, хорошо. Сейчас. Как у тебя получилось четырнадцать, если это... Шестнадцать? Шестнадцать единицеронов, да. Шестнадцать единицеронов, отлично. А, да, она вонзает в него... Свою... Трость. Трость-чпам. Мечтрость. Вот он. Трость-чпам, ну-а. Не больше я не куплюсь, а... Когрин. Когрин. Я слышу, что там бегут сзади. Тут большая жаба еще. Так, давай я для начала коснусь чела передо мной и вытяну его дужку. Ладненько. Радненько. Радненько. Джастаркиш. Цель совершает спас стойкости. Спас стойкости. Двадцать куба. Двадцать четыре. Цель получает половину урона. А, нет, цель невредима. Крид успех. Это было одно действие Безумие, что вытягивали Но это фокальный поинт Огрин немножко херово выглядит Он просто гнить начинает Я вижу Того кобальта Который спрятался в жабу Нет Обидно Ты знаешь, что он где-то там Ты знаешь, что он в этом пространстве Надо чистую проверку будет проходить Какая сложность чистой проверки? 11 Нет, это опасно Давай я попробую Фигануть кобальта, который На жабе На этой Сзади меня можно встать? Да, сзади меня можно встать, но я буду фигачить с этого кобальта Я ее Да Окей, Огрин походил Большой кобальт На жабе Все въебал Все въебал Вес байбек Ну, во-первых, надо отметить, что двигается Ну, управляет он жабой исключительно бедрами В одной руке у него арбалет Держа его нажать В другой топор Он для начала выпускает в тебя арбалет Ну, болт из арбалета Подожди, а как у него, если тут топор? Вот так вот на голове жаба О боже Ну так ему уже нужна рука, чтобы отпустить Нет, там ключок просто заболевает А, да-да-да Атака по тебе из арбалета, по-моему, калд говна 15 Да Хорошо Пролетает мимо И вместе с этим ты успеваешь заметить, что болт был чем-то смазан Он пролетает мимо Он, он, нет, он оставляет арбалет Я думаю Смотрит на это, на все Блять Кидает в тебя топор 16 Перезаряжает арбалет Я вижу, что там сзади бойсы, да? Все так Блин, я сейчас отхвачиваю от них жестко Да, единственное, что-то не делилось Я скажу, что он с копчиком был Он немалый вероточек подал Ну, на... Так Так, сейчас Я думаю Я направлю в них иглодротики В кого? Вот в первого, который там стоит Ты его не видишь А, я их не вижу, пойду Ты просто слышишь, что они оттуда бегут Кто под маленьких ножек? Хорошо Тогда знаешь, что я сделаю? Я пойду к ним И сделаю сон Хорошо, ты делаешь раз-два Видишь их всех Ты видишь так же, что Ты никого из них не видишь У тебя нет ночного зрения Не так ли? Топор Лориса не досвечивает до туда Тусклым Двадцать Двадцать Тусклым досвечивает Но они для тебя, я посчитаю, в плохой видимости Ты глобально видишь, что они где-то там Но детали их различить не можешь Для сильной ней сон нужно видеть Финальную точку Мяу Ну мы тогда ее в темноте Вообще в полной кастовой Значит, посчитаем, что можно, да? Пятифутовый взрыв? Да Ну двоих каких-то можешь задеть А троих Я просто думала, что я протискиваюсь куда-то вот сюда И прямо из середины так Ну хорошо, двоих Соня хочет встать в середине между ними Так, хорошо Не могу так От себя накладывается сон Я могу от себя Пятифутовый взрыв Нет Это эманация была бы А взрыв, это ты выбираешь точку в пределах дистанции Секунду Я тогда посмотрю дистанцию Смотри Секунду По-моему там 30 футов есть Я не ошибаюсь Да, 30 футов Ну вот, хорошо Вы просто из тех, кого ты видишь Ты можешь вот сюда вот фигануть И задеть двоих Правильно? А если я вот хочу вот сюда вот Потому что я слышу много Ну куда сюда? Вот сюда Вот в этого, допустим, фигануть Если ты фиганешь в этого За день только его пятифутовый А, пятифутовый от центра Это же радиус Да, ты можешь вот так За день четверых Вы абсолютно правы Я не прав Вот, хорошо Я это делаю Классический день Пусть кидает Спас-бросок воли Воля Хорошо Девятнадцать Ровно Меньше Девятнадцать И... Двадцать один Так провалят Ну... Он засыпает, но засыпает он стоя И не роняет оружие А, да? Они такие типа Вот, а все остальные Все, кто преуспел Они получают какой-то штраф Да Минус один К проверкам Восприятие На один раунд Говно Кау На этом ты хоть закончен? Перемещение Два действия на заклинание Алибедерч Ну, смотри Этот спид Ты выключила Как минимум его Но есть один Буквально рядом с тобой Пока Давай, Жень Ты выдала такси? Да Я не шучу Он выстрелит в тебя Из арбалета Джис Крайсит Это двадцать восемь Круто Это Крит Это Крит Ну Ну Четырнадцать День скольшего урона Клево Круто Вот После чего он подойдет Отпустит арбалет И атакует тебя Второй раз Коротким мечом Отпустить Я бы жалю Грубную А у него Он тоже с мечом И арбалетом? Да? Двенадцать Нет Все Остальные же Ты видишь Херачат Что-то здесь Стрш Эти же Стреляют по нему Какой у Скиршика Да Реально Нет Не убивайте Скирша Мимо О, это попало Нет 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 Ребята У Скиршика ХП больше чем у вас Если честно Я еще под ней умею Лорус, сколько у тебя? Сорок семь максимально Больше чем у всех Кроме Лоруса Дядька Дядька боевой У нас не такая большая разница С Лорусом на самом деле У меня Я просто ответил на вопрос Который у меня Да, я просто Все Ребята Ребята Прям заняты Лорус Твой ход Третий раунд Ну у меня есть В бутерброде один С кем? А, да С Огреном С Огреном, да Бью по нему Первый И это Двадцать три Попадает Не крит Бью второй Ну урон Кинься на чем Тебе же выгодно По-моему Бить разных еще Добро Девять Девять Умер Почему? Да У меня там Плюс один Потому что он Размашистый А Делать Бью второго Ближайшего Ага Хорошо То есть это Минус пять Плюс один Да А там На попадание Или на урон По-моему На урон Не По-моему На попадание Че Посмотрим Дескриптер Размашистый Сейчас Длинная парируемая Блять Плюс один Броску атаки Все верно Но все равно Это мимо Сколько? Блин Сейчас Настолько мало? Ну там Да Там восемь На кубе Тогда нет И третья Атака Я все равно Попробую Хорошо Нет Окей А тогда На этом ход Лорусы Закончен Ходят Мужички Так Значит Тот Тот Что рядом С камелией Попробует Ее Столкнуть Против Ее Чего Это? Атлетики? Да Против Ее Стойкости А против Ее Стойкости Че ты меня Слушаешь? Я старт Мне кажется Кирилл болеет за них У меня тоже Такое печенье Складывается Хорошо О! Он делает Еще раз То же самое Это же Атака Тоже Там Да Со штрафом Все верно 21 О! Попал Окей Значит Камелия Сталкивается Отсюда Она может Реакцией Схватиться За уступ Сколько там Расстояния Вообще До земли Она просто Упадет Распластанной Ну давай Попробуй Вопрос А на реакции Не может Ну то есть Он ее пихает Она Отшатывается И вот так В падении Его с собой Забирают Нет Она может Только Схватиться За штрафом Она схватывается Схватывается Сколько? Да С шестой Кидал Я кинул Кубик И что мне нужно Будет кидать? Ты кидаешь Испытание Реакции Испытание Реакции Она схватывается 21 Все хорошо Она поймалась Она не Распластна Ей не надо будет Тратить на это действие Но она считается Застигнутой Врасплох И теперь Это Кобальт Заживет Сейчас Если он попадет Ебла Это третья Атака Все так Это его Третья атака Это мимо 7 А то критический промах Если что Окей Тот Кобальт Попробуйте скрыться от Лоруса Попробуйте атаковать Лоруса Ну кстати 22 Но у тебя плюс 4 кода Закончили упражнение Как скажешь Я вижу Что там Нападает на нас Куча Кобальтов Отвлекаюсь Немножко от жабки Но все равно Ощущаю спиной И Просто стреляю В ближайшем Пока что Который Перед Кики Да Перед Кики 15 15 Мимо Жаль Это водопряка 24 20 19 Я имею в виду 29 19 Попадает 4 4 4 4 4 4 Нет Он только На первое Попадание На первое Так Ну Ну да А на это все Нет еще одно действие Китай Гранату Что Такого Блин Надо было Сначала Спрятаться За Кики От них Попробуйте Потом уже Панипулять Ну ладно Я блин Иду Вабанк И еще разочек По нему О 17 17 Мимо Да На этом все Тот кобальт Который Прятался В жабе Пытается Атаковать Уже Камелию Наверное Потому что Она заснул Расплоп Да Хоп Ну 22 Да Ну все Пизда Камель Восемь день Скорше После чего Он подойдет Камеле Он подойдет Камеле И Зайрет Ни шагу Ни шагу Ни шагу Ни шагу Таким образом Остановится здоровье Сюда Кирюк А я Можно вопрос Можно А вот пока мы тут Гочебасимся С этими ребятами Мы не слышим мужика Который Там что-то Сдохывает А нет Уже нет Отстойно Ну Или нормально Так Ты рад чей-то Что Я имею ввиду Может они тыкались В него Палками Палками А теперь Отвлеклись на нас И больше не тычутся Ага Блять Кирюкает Своя игра Ебать Он там Жжет Зачем Я сейчас туда Полезла Не понимаю Он бы сам Справился Ну не Мне кажется В одиночку Он столько Не вывез А С бравой Подмогой Скерж Наестся А он вырастет Большого Скержа И сожрет У нас нахрен Кай Он будет финальным боссом В итоге Не-не-не Моего К змее Они берут тебя в клещи Да Стоит наверху Да Ну Какая разница Как мы диагональ Страх Мы всегда просто так играли Ааа Ну смотри У тебя минус 2 кг И это 18 нападание Попал Ууу Какого у тебя кг 19 Так это 18 Так это 18 На попадание Минус 2 Да 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 Сори Я что-то это Почусь Так мало Я думаю У тебя 20 плюс 7 единиц Кольшего урона Ты как вообще Нет Нормально Нет Первая атака того 16 Нет Нет Половинка Где-то Ну 19 куба 12 На третьей атаке Все Эти ребятки Походили О Грэн Камелия О Грэн Камелия Давай за О Камелию сначала Походим Смотри Она висит Да Можно ли Протиснуться За спину Этого чела Который наверху Типа И Да Почему нет Это одно действие Нужно кинуть А кроватика Получается Да Все верно Против Его чего 21 Кураж Нет ощущения Что Маша Делал специально Такого персонажа Реакция То есть 21 Да Успех Я стою Делал спиной Маша Делал персонаж Чтобы Ну хотя бы Персонажем Делал сайт Да На это дело Хорошо Забыл бы сказать Давай она просто А у нее же Кураж Да Потому что она Она офиганет просто Да окей Ебаный хуй 20 куба Let's go Let's go А ты считаешь как Дестерной перед Нет Это просто будет Могу урон Да Он вообще как Вообще Дай урон Ну да Чего ты уже спрашиваешь Он средний 18 18 Мертв Камелия вонзает В него трость еще раз Манула Так Камелия все Огрен Так Че у нас тут за движ Нахрен Мне очень не нравится Кобальт Который в меня стреляет Из арбалета В него летят Иглодротики Хорошо Это 12 куба Это 21 Я не знаю Плюс 9 Это 21 21 Ровно Иглодротики 13 единиц урона Хорошо Хорошо Так И следующее действие Я не придумал Ладно Чкунь Дротики Вонзаются в него Он произносит Что-то типа Мы дротики Сильнее Захинай Сильнейший Кобальт Сильнейший Туда его Сейчас я смотрю Где Должно быть Это 2 Давай сам себя похилю Хорошо Да ведь Нанесение мран Нанесение мран Нет Нет лечения мран Через боевого Медика Это одно действие 20 куба Отлично 4 до 8 Мне столько не нужно Ну кидай пока Нормально И собственно Подтверждаю свою фразу Ты видишь Что он Сейчас Когда ты понимаешь На что смотреть Ты видишь Что он Снова что-то делает С арбалетным болтом Когда его заряжает Быстро Смазывая А нет Он не мог так сделать Что он перезарядился В том году У него было уже потрачено А нет Да Да Мог Все Ты заметил Ты прошла Шестисеконные раунды А Стрелять тебе Из арбалета 26 Обидно Попал 26 Попадает По тебе Сейчас Ага Ага А во-первых Ты получаешь Всего 5 единиц Кольщего урона Но чувствуешь Как яд Начинает двигаться По тебе А Испытание Стойкости Пожалуйста Он сразу Выветривается Это 28 28 Нормально Хорошо А Все Да Он не оказывает Никакого действия Насколько я понимаю Окей Он водился Ау Никакого эффекта Потому что Критический успех А Хуительно Походил Перезаряжается Заряжает туда Еще Один болт Как раз Тратит на это Ответное действие Это последний Его я Он стреляет Снова в тебя О Ну Есть шансы Вось Двадцать пять Да Попал Двадцать пять Попал Ну все Пиздатели От этого яда Одиннадцать Колющего О Это больно Кстати уже Есть пытание Стойкости Ну вот 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 Начинаем умирать От яда Шестнадцать Шестнадцать Хорошо Получаешь Четыре Динсерона Я думаю Я не становлюсь Какой он там Состояние Отравлен Нет Нет Состояние Отравлен Просто Наносит Диндж На этом Его ход Закончен И ходит Он Скики Ну а я Оформлю Тому Кто Меня Бил Дротики Хорошо Оформляй Это Пятнадцать Я Попробую Ударить Его Хвостом Хорошо Это Двадцать Куба На этом Ход Кики Закончено Разведчик Будет бить Тебе Коротким Мечом Двадцать Три Три День Сколь Шо Девятнадцать На попадание Шесть День Сколь Шо Думай Думай Семнадцать На попадание Еще Четыре День Сколь Шо Опять Хопа А он Просто Кобальт Шинкует Тебя Своим Коротким Мечом Пока Пытается Что-то Сделать И Не Справляются Очевидно Зачем Туда Падет Вопросы Хуительные Нет У План Он Ничего Ну Да По Скиршу Ребят Не Попадают Попадают Только По Мне Да Вот Игры Ну Все Они Походили Эти Челеки Мертвы А Лорус Лорус С выпадом Бьет Цепьеносца Который Рядом Со мной Он Так Ну Вот Вот Это Хорошо Хорошо И Это У Нас 20 Попадает 8 День Сурона 8 День Сурона Принято Записано Вторая Так По Нему Ж Нет По Ближайшему Ко Мне Клуб Хорошо Наверху Или Сбоку Сбоку Ага Сейчас Это 23 19 Попадает 4 День Сурона Стоит И Последняя Атака По нему Хорошо Нет Окей На этом Ход Лорс Закончен Дядька Сверху Блять Хорошо Он кричит Ты Ты Справляешься И Толкает Этого Кобальда Это Успех Сваливается Отсюда Попытается Схватиться Схватывается Висит Здесь Снова Служа Он Подходит Сюда Он Ты Застан Просплох Он Атакует Тебя 20 Соснякой Все верно 8 Единиц Урона А на этом И ход Закончен Рин Я вижу Что мы Не справляемся С этими Кобальдами Начинаю Прятаться В двух Хвостах Кики Это 21 Хорошо И Начинаю охотиться На ближайшего К нам Кобальда Потому что Он кажется Мне Искренне Очень опасным И В него Хоть Нечим Выстрелом 13 Мимо И ты Больше Не спрятана И я Больше Не спрятана Мы Действительно Не справляемся С Кобальдами Да? Да Это же Было Хоть Нечим Выстрелом У тебя Еще одно Действие Вот Два Нет Я спряталась Сначала На него Хочется Дважды По нему Выстрелила Три Четыре Скула Так Этот Куб Наказан Я тоже Вот Это Казала Вот Это Средниче Он Гринься Сюда Сначала Он Попробует Сбить Сно Клорус Так Так Цепочкой Цепочкой Двадцать Один Реакция Да Да Ровно Ровно Спитснок Дальше Он попробует Спитснок Лорус Каталю Атаку По упавшему Лорус Так Ты распластан Ты считаешься Застегнутым Врасплох Но ты и был Врасплох Но не для него Нет Для него Все верно Но для него Теперь Врасплох Это все равно Мимо Пятнадцать Потому что Это третья Атака Вход Значит Он Походил Скирш 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 Так Мимо Попал Норм Нет Скирш Попал Скирш Попал Нет Скирш Просто Что-то До хуя Урона Наносит Ну хоть кто-то Ну ладно Это всего 6 После чего Он его держит Ну 6 Это уже урон Берет на удушающих Можно Нанасить Да Можно Не попадать Ну просто Пацифисты Мимфор Удаем Кто Фору Даю А Так Я бы уже Забрала Эту фору Если честно В засаде Вот Они О Ну все Сейчас У них Игра Пойдет Они Копьями Ты что Убавшего Лоруса Нихуя Себе Ну и Надо Как-то Получать Свою Ушняку Так Что Не бойся 13 Нет Я вот Этого Боюсь 12 Вот Таких Меньше Меньше О Ну 15 20 Сыны Блин Ты просто Вот так Делаешь А Ты Сторон В сторону Камелия 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 Вау Во Она Кричит Оттуда Я взял Арбалет И стреляю Это Отключение Внимания Это 26 Окей У всех Внимание Отвлечено Это Огрин 26 Да 26 Это Случайно Только Успех Прописан Она Скрыта Спрятана Соответственно И Давай Она Видимо Передвинется Или Прокрадется Или Хрен знает Как Это К тому Челу Попробует Ударить Который Внизу Хорошо Значит Второе Действие И Она Отсюда Может Ударить А Тогда Все Отлично Я Думал Что Не Такие Высокие Все У него Он застан Расплох Да По-моему Ему Пизда Где Камелия Ебаный Руд 27 Попадает Не Крит Не Крит Это Да Он застан Расплох Крит Ровно Тогда Она Еще Финиширует Ну Лархи Финиш 14 На 2 Он Мертв В этот Момент Когда Это Происходит Огрин Протягивает Руку К этому Умирающему Кобальту И Говорит Твоя Смерть Станет Мою Жизнью И Выкачивает Душу Нахуй Окей Да Реакция Словесная В пределах 20 футов От меня Умерло Существо Хорошо Я Получаю В получать Временное ОЗ Равный Уровнев Спросирующего Существа Уровень Его Уровень 2 Плюс Мой модификатор Характерических Колдовства 4 6 6 Временных Хитов И это Был Второй Фокальный Пункт Следовательно Проклятие На меня Начинает Действовать Еще Больше У него Впалые Щеки У него Буквально Мертвенно Бледная Кожа Ну Так Себе Выглядит Ну Так Добрый Жизнерадостный Персонаж За Все Хорошее Проис Все Блохого Как Лорус Себе Чувствует Ну Уже Так Себе Уже Так Себе Хуже Чем Кики Нет Это Невозможно Да Надо Целью Задаться Чтобы Хуже Кики Просто Ненавидит Себе И Жить Это Я По По Фамере Ну Тогда Понимаю Ладно С Кики Потом Можем Сделать Давай Лорус Поможем Ок Я думаю Нет Не получается По количеству Действий Ну да Видимо Давай я Волью Исцеление Лоруса Хорошо На Второй На На Первой Ячейке За Два Действия Хорошо Это Называется И ты Восемь плюс восемь Да И ты Восстановишь Я как раз Проверяю И ты Восстановишь Девять ХП Ну Красиво И да Восемь плюс восемь Если что Делишь У меня Осталось Одно Да Никого В моем Радиусе Нет В пяти Футах Никого В пяти Футах Нету Ничего Никого Это была Реакция Словесная Сейчас я Пацан просто Могу ли я Чего-нибудь О Я сделаю На себя Щит Пошел ты А Это Словесный Я говорю Щит Могу Продумать Щит Окей Прочитай по моему Он поднимается Реакция Нет Вы выставляете Так Эффект Ща я перечитаю Ну все Хорошо Прямо Случит Выход Закончен Дядька Нажай А В конце Твоего Хода Спас Стойкость 8 Плюс 9 17 Недостаточно В конце В конце Своего Хода Подождите Секундочку Нет Для чего Это все Делать Чтобы Просрать Свои Листы Где он Вот Средний Проклятие Урон Я получаю Ответ Да А Нет Во-первых Это Не Это 8 Плюс 9 Это Сколько Это 17 Плюс 4 21 21 Успех Я заканчиваю На тебе Это Предмет Я рву Потому что Он все Потратит Окей Его Ход Меня Не трогает Этот Яд Окей Для тебя Никто Не трогает Огрин Так Может У него еще Топорик Найдется Нет Он Вес Виннипал Что Не Найдум Протажите Для начала Ваших Следующих Это О Он же Может Так Делать Хорошо Хорошо Гений Он Гладит Своего Сларка И тот Вещей Нет Тот Плюется В тебя Слизью У тебя Есть Читая Плюс 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 К Это 19 А Нет У тебя Ровно К Потому Что А Нет Против Дальнобойных Плюс 2 К 19 У меня 21 Мимо После Чего Он просит Сварка Передвинуться Ближе Передвигается Сюда Сварк Может Так Передвигается Сюда И Сларк Ж Тебя Атакует Вплотную Вот Теперь Ты Застан Врасплох Но Это Только 14 Все Они Просто Все Решили Навалиться На Лорус Ну Кики Кики Дой Ход Я Поменю К Успокоение Хорошо Это Два Действия Это У меня Ну Спасибо Сейчас Это У меня Получается Плюс 11 Получается Ура 16 Это Невероятно Я Боже Ривитинг Вот После Этого Я Ну Подниму Щит 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 Окей Все Вокруг Тащит Все Разве Бесполезно Разве Сколько 11 Нормально Дай ему 9 Похиди Ты 11 Мимо 23 Попадает Конечно Ты можешь Реакции Поднять Щит Что дает Ваша Поднячит Подожди А там Да Там Есть Реакции Есть Блок Щитом Да Вот Хорошо Так Да Что такое Блок Щитом У тебя Есть На листе По-моему Позволяет Получить Бонус От щита Как правило Это плюс 2 КД Если не написано Обратно Выставляете Свой щит Чтобы защитить От удара Защищает Вас от части Урона Равный Вплоть До значения Твердости 23 Ну нет Это не поможет Короче Забей 9 Синец Кольщий Урона Ну Считай Плюс 2 Был Просто Плохой Хил Ааа И последняя Так 16 Не Да У тебя Да Даже С щитом А С щитом 16 Ровный Нет 16 У меня На мне Еще Магический Успех 17 Получается Нет 17 Ха Ха Проверь Потом Оно Не должно По идее Стакаться Почему Одинаковый Бонус От одного Источника Это бонус Ну Типа Бонус Состояние Или бонус Заклинание Скорее всего Это и то Заклинание Следовательно Бонус Заклинание Следовательно Они Не должны Стакаться Я просто Не помню Это Правило Пф Я помню Правило Дэнда Тут Похожая История Я вам Рассказываю Об этом На нулевке Вообще Я даже Сейчас Посчитаю Что Это не Стакаться Кадаю У тебя Максимально Таким образом Реакция Все Все У тебя Чуть Пропал Да Учать Так Ну Смотри Ты Зачет 4-11 Урона Лоров Мне нужно Встать Я так думаю Да Я встаю И бегу В стену Бью Хорошо Бью Мелкого Вот Который Ближе Всего Крин Хорошо Он Коцный 20 Куба Мертв Ну Кинь Но Ну Да 4 Кп Дядька Была Бью Второй На 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 осталось еще трое раз два три ну и вот эти которыми занимаются наш друг хорошо попробовать спрятаться или 22 до 6 не скучу после этого попытается все-таки сбить еще раз и можешь понравилось но это только 12 13 мимо на этом ход закончен рим прячусь в жопе у кики ну мимикрирую хвоста на 28 28 хорошо и продолжаю свою охоту на этого чела он никуда не делся он все еще моя цель это 25 под дает и второе так усвязывали это охотничество да и 17 про до попадает потому что это одно действие да это 7 плюс 6 13 и плюс 2 нет это ну типа у меня было 5 плюс 2 от образа при полной атака для своего первого удара оружие это мне кажется что это того 56 и 2 это 56 и 2 до 17 13 13 урона хорошо он мертв он мертв отлично а у меня еще одно действие есть еще одного сзади которую при этом занят тем что пытается снять с товарища тварь потому что он спит же а да этот все еще спит значит а он спящий вообще он спящий значок без сознания у него еще минус четыре кода блин я стрелять спящих кобальтов но это это я люблю новая информация про рим но она любит но не умеет катастрофически абсолютно катастрофический промах хорошо я посчитаю она прям такая но он когда стоит надо вот сюда целиться он лежит спит и не он не лежит но стрела с громким звуком бьется а стены рядом с ним и таким образом пробуждает его так он три раза его подушит мы что за машину с собой взяли вообще пожалуйста спасибо большое спасибо так этот кобальт так он походил огонь камелия камелия прыгает но становится за чтобы лучше брод стоять вот так вот пинает жабу по жопе и замахивается на кобальт сидящего на этом этапе ну я на просто ударит кобальты наверху это ничего не даст ей что они в бутерброде а 18 наверно мало 18 по кобальту сверху мимо это интересно здесь давай попробуем не добить еще ранить этого странного кобальта на жабе он меня бесит 20 куба это 29 попадает у него кровотечение по продолжительности если что еще отыграть да ну давай нет хорошо прикрытие да ну может я уже добью подожди ты получать двойной урон и его наверху сладко да не добьешь 22 единицы урона отлично все что и кручение продолжительность один продолжительность один по его уровню сложности цель получает двойной урон а и один продолжительный урон кровотечением значит у него просто кровотечение один потому что это не не другая хуйня кровотечение один хэша в конце своего хода будет совершать чистую проверку по сложности я не помню смотрю предложить ну да это отличный выстрел ты видишь что кобальт начинает кровоточить и как слышит кики но никого не объясняет что у кики своих забот полон рот Это был Огрен, это была Камелия, да, Огрен? А, у Огрена еще действует. Щит! Щит, хорошо. А этот кобальт... Ну хорошо, он пойдет бить тебя. Выходит, ты уродишь. Бью! Его или жопу? Его, он же каленый. Да. Не попал, скорее всего, ну типа. У меня 22, что-то там такое. Не, а щас забить. Окей, тогда он подходит к тебе за счет передвижения жаб-жабыча. Ну, кстати, сейчас Огрен, возможно, нападет. И жаба... Мы же тогда не отдыхали, или отдыхали? Отдыхали, конечно. Ты вставал, когда мы с ящерицами только бились. 27. Это вчера было. Нет. Хорошо. Да? Думаешь? Я не помню. Какой вопрос? Ну, я почти уверена. Когда Огрен вставал в последний раз? Это было на боевке с ящерицами, мы после этого выходили спать. После боевки с ящерицами, да, мы пошли спать. Все, отлично. Тринадцатый день с большего урона. Нет, двенадцать. Вторая от нее же. Двадцать. Ровно. Ровно. А я могу поднять щит? И это что-то мне даст. Плюс дворка, да. Тогда я так делаю, и не попало. Все. Закончили упражнение, но клыки жабы впиваются тебе куда-то в район бедра, и она отплевывается, потому что ей не очень вкусно. Жри. Кики. Кики. Кики, 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 кики. А чё там... Я вижу хоть, ну, кого-то кроме вот этого. Этого Сларк... Как его? Смак... Скерш. Смэк... 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 Их, блядь, соних несколько. Ну тот, который ближайший, потому что вот... Я этого же не вижу или... Этого не видишь же, видишь ближайшим к себе и видишь одно смык. Вот. Что такое острова? Хотя... Блин... Нет, этот нубисный... Ну да, я б нубисного. 18 куба. Хорошо. В общем сложности? В общей сложности это... 29, скорее всего. 27. 27? Ты просто не тех кобальтов била. Так, а почему она сейчас будет? Какие смешные кубики! Тихо, блин, пожалуйста. 6, 8, 9, 18. Пронзает. Чё там 10? Во второго... Тайность. Я понимаю. Замолчала щит. Не могу щит. Почему? Потому что после того, как он спадает, 10 минут ты можешь делать. Тогда я не могу щит. Тогда я не могу щит. Ну, тогда он попал. Я... Абуба. Ничего я ничего. Хорошо. Ты можешь хвостом ударить по жабе. А, нет. Да, я спросил, какая досекаемость. А, 20. Там есть 20? 20 по жабе. Вот жабу ты видишь, наездника нет. Да по жабе давай. А, нет. Всё правильно. Потому что в прошлый раз я не делал блок щитом. А, окей. А только после блок щитом ты не можешь его 10 минут спорить. Хорошо. 9. 18. И это, по-моему, считается... Второй атакой, да? Минус 5. 13 мимо. А на этом твой ход закончен. Крутая игра. Разведчик. Бежит к тебе. Ко мне? Ну да. Зачем? А там этот... А, он его не видит. Ну, может у дядьки ответ на этом есть у нашего? Нет. Почему? Ну, по жизни, Саня. Он подбегает. Ну, это одно действие. И, значит, он делает а-ля-оп. 17. Нет. Да. 15. Нет. У него плюс 1 кд от магического спектра. И 20 скула. Не-не-не. Ну, он явно не лавхер. Ну, смотри, это очень удачный крит. Это 2 и 2 и 1 скольчего урана. На этом их ходы закончились. И мы переходим к пятому раунду. Лорус. Лорус. Слушай, а я могу бить того, который сверху? С выпадом точно. С выпадом точно. Я тогда с выпадом бью. Хорошо. С выпадом. Вообще и так можешь. Даже без выпады. Там синий клетки? Ну, да. По сути, да. Типа, чуть-чуть выше. Лорус хватает. Раз. Про карту я приступил к цапанинке. А, да. Вряд ли. Это 18. 12. Мимо. Вторая атака. 20 с кубами. Ага. О, 18 нить с урона. Нормально. Очень плотно попадаешь, перерубая ему часть ноги, но он продолжает все еще что-то раскручивать как-то. Третья. Третья атака. Малых футанет. Сейчас. 13 не футанет. 15 мимо. На этом твой ход закончен. Ходит он. Тебе не взять меня! А, там жабы еще. Восстанавливает 7 хп. Да сын собаки. И дракона. Восстанавливает хп. Это было действие. После чего... А как ты выглядишь? Ну, не лучшим образом. А камере? Ну, бы тебе вообще не попадает. Вместиться сюда. А это считается, что он... А этот хп, да. Вышел из моего... Ну, считается, но ты же подрослый. А, только что был твой ход. Бей. 19. Со всеми штрафами такими же? Какими такими же? Это же... Это же... Типа, я же не в своем ходу бью. Это как отдельная... А, да. Возможно. Так, 19? Да. Ровно. Восемь. Восемь. Ну, хорошо, что он похилился перед этим. Живой все еще. Он... Долгая боевка. Пытается сбить камелию с ног. 23. Три. Камелия упала с ног. Да? Да. Сетапер, так сказать, дядьку. А... Рин. Я вижу, как жаба кусает Огрина и вспоминаю, кто мой настоящий враг. Огрин. Присоединяюсь к жабе и тоже кусаю Огрин. Нет, я начинаю охоту на жабу. Хорошо. Ну, я не хочу, чтобы она плюнула в меня еще раз. Ну, это шутка какая-то. Шестнадцать тебе обойдет мне? Нет. Тогда последним. Ну, и четырнадцать даже в день. Нет. Нет, я... Жабы тебе не даются. Очень боюсь эту жабу, и из-за этого мой лук не слышит мне. Кики, кавалерия пришла. В первом десяти он спрячется. Это Рахиримы наутро приезжают. Ты не замечаешь, как он подходит. Но он подходит. А. Прыгает на него. Сука. Возможно, это мимо. Вот в этой комнате аура какая-то просто, да? Да, это экшель мимо. Но это два скуба. А, ну, если два скуба мимо, это... Он сделает еще раз. Ну вот, вот, это попадание. Че это? Двадцать четыре. Двадцать четыре, безусловно, попадает. Четыре. Четыре. Семь единиц дробящего. И вместе с этим он начинает его душить. Да, ты видишь, что тот разведчик, который убил тебя, тут же в какой-то момент вот так вот две руки переплетаются у него перед горлом и начинает его просто тянуть назад и душить. И скиш делать скиш. 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 Высовываясь из-за его головы. Скиш. 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 Сука. Пятнадцать. Все. Ну, действие на подъем, действие на фильтр. Огры. Прямо передо мной. Это тварь. Да. Что будет сделать лучше? Что будет лучше? Почерпим знания. Сейчас я смотрю, ледяное прикосновение, это у нас стойкость, это касание. Буквы. 1D4, простой спас. А, давай иглодротики, это же не дает мне... Помехи нет? Это не дает мне не помехи, он мне заснул врасплох, просто я стреляю в него иглами-дротиками. Чтобы сделать 14 скуба, это 14 скуба, да я добавлю. Это 23. А, сори, я за него, я не посчитал кровотечение за него. Значит, вот так. Ты посмотрел какая там чистая проверка? Да, я начал, смотрите, забыл. Давай мне быстрее открыть. А, у меня открыто 15. После того, как вы получаете продолжительный урон. Да, продолжает кровотечение. Чувствую. А, вот, и я им ношу еще 13 единиц урона. Хорошо. Иглами-дротиками. Отлично. Все считает. Дурилка. Но выглядит это уже откровенно классно. 49 урона мы ему внесли. Да, вот так он примерно делает. Проблема в том, что мне практически больше нечего делать. Я кричу ему, эй, что это за тебя? Это отвлечь внимание. Ты владеешь обманом? Да. Нет, там для отвлечь внимания не нужно владеть обманом. Для финта нужно владеть обманом. Это много, я так скажу. Ну, 21 это. 21. Ровно. Я спрятался от него. Жаба прямо перед тобой. Ну от него ты и остратился. И вот так сделал. Просто в лицо жаба. Тихо-тихо. Целует ее, она превращается в принца. Ага. Так, Огрин и Камелия походили. От дядьки ты действительно спрятан. Он предпринялся. Он предпринялся действие поиск. Не виноват. Пожалуйста. Не прошло. Всё, что он не нашел его. Я же взял его. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Прям батула только что был. и жабы дважды кусает камели 19 камере это 19 19 она такая опа и не попала отлично и 18 и вообще не попала в этом самом бутерброде она застал расплав сколько было 19 19 19 и второе на второе как раз делает опа и не попала хорошо вот тогда первое попала 10 кончу тут все я не нужна там я ухожу ну я пытаюсь иглами дротиками в жабу в жабу жаба не бита вообще хорошо в него тогда отлично и ход кики закончен разведчик пытается выбраться у него не получается он пытается еще раз у него не получается пытается еще раз у него не получается его продолжать душить лорос но идет добиваться а я могу не не двигаясь выпадом вот поэтому сначала пиздану давай из душ и 25 до я клоун знал где хожусь потому что перестали беспратно в конце своего хода 8 8 умер что и с выпадом бью значит даже покаленному сначала хорошо так он же один остался там же бы чем же обычно промахиваюсь и третье тоже с выпадом бью по нему же надеюсь на крит окей это не крит окей так эти дядьки тоже мертвы рин рин продолжает свою охоту на жабу хорошо кики охотница на кика так удачно перед ней встала что она сливается с его хвостами снова нет я ничего не получается и она просто охотничьим выстрелом пау в жабу до 18 попадает отлично тогда это про честно 4 4 единицы урона урон и последнюю свою стрелу в эту жабу ну не знаю типа 11 11 11 это нет конечно так вы просто кожа скользкая и стрелу так вот да не оправилась окрин камели камелия 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 она сделает черный финт просто красиво начнет тыкать в разные стороны перед ним он будет пугаться каждого удара это финт но он выпал у меня красиво из руки поэтому его перекинул это 25 успех и после чего она попробует добить этого странного кобальта хорошо с финишера это 17 куба это 26 попадает попадает с финишером да смотрим с финишером это 11 единиц урона 11 единиц урон ты будешь угорать на котором то что тебе было нужно 11 как она хочет это сделать но она вот так продолжает тыкать и у камели еще действие а ну она просто жаба 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 это 16 подать а мимо и ванга застану расслов тогда попадает 14 куба плюс 9 я думаю 8 жаба единственный противник который у вас остался можно я просто ударить у меня нет ничего в руках у меня в руках набор медика и жертвов ты импровизировано оружие херовую будут контролл сколько тихо 5 скубай это 5 скубай в общей сложности это силы же да а но это все равно это же вторая атака это минус 5 еще а ты хочешь я крит провал выбиваю когда ты бьешь магическим жазом вообще я думаю набор медика 5 минус 5 это уже ноль отлично ты делаешь и слышишь как внутри что-то очевидно бьется плохо жаба захватывает зубами тело своего хозяина и начинает просто упрыгивать стой а ты не мог ли ударить не реакции и я не уверен что я могу с выбором нет вот это все же насколько на может подвинуть скейки я подхожу и выпускаю иглы дротики вдогоночку а сколько 30 60 кто из вас меня сегодня подведет в очередной раз тиме не я возьму машины что я ее подвините восемь скуба круто это 17 17 ровно чё напрягаемся круто куда дел а вот она вообще не битая же кал 89 урон у вас разные представлены с тобой разное представление о каля да это чё-то прям типа ну нет вылезай стиль то все хорошо это много урона на этом ход кики закончен и мы переходим к лорусу лорус бежит делает бегит раз два три четыре пять шесть семь восемь девять да и я у делаю удар захвата окей она же не сможет дать двигаться да если этот удар попадет то цель застегнутого расхода начала оба это 2525 успех только я вот тут не понимаю по этой самой я наношу урон или надо почитать танки снова делаете удар синенькое слово да ну хорошо тогда я наношу урон семь единиц урона сервис урона отлично я захочу все так застегнута в расход для всех остальных хорошо 3 не надо дать этой жабе сбежать я подхожу чтобы ее видеть топ-топ-топ ну мне кажется я могла через окраина типа ближе да она все еще моя добыча я ее охотничьим выстрелом это но 2026 крето второе попадание 12 12 это крит еще до 10 а ребята 3 хп же выпускаешь стрелом пролетает между но когрина вонзается который лоруса пробивает что-то внутри выходит откуда-то изо рта и жаба заваливается на землю ты отпускаешь руку скирш раз-два-три-четыре а вы видите как он подходит вы очевидно видите прям восторг в глазах а я дам возможность кому-нибудь реакции попробовать успокоить скирша чтобы у вас не продолжилась боевку уже с ним возле меня и лежат трупы да я хочу взять один подкинуть ему и сказать пиршество что мы ему дали пиршество что он типа может спокойно просто есть дипломатия 24 и начинает их точнее он отжирает парочку такой быстро насыщается начинать просто постепенно их оттаскивать себе в кладовку и на этом боевая ситуация закончена убирается каждый по пункту героизма я думаю лорус помогает ему хотя бы чуть-чуть знаешь донося вот до развилки он не дает все это оксида и не ну он же вот до этой не дошел еще а потом приносят и начинает просто медленно вытаскивать гобальдов с ларков все тащить через тоннели к себе пока он ну как только он уходит и начну их обыскивать внимание с ситуативным штрафом минус 2 я могу сначала обыскать двух человек которые были на жару проверку со сложностью 20 проверку внимание нет ситуативные сколько минус 16 19 куба 25 минус 2 хорошо из интересного на этих кобальдах особо ничего у дядьки нас ларки вон там на лестнице были какие там было с ядом но они все потрачены и уже разбиты твой набор сломан и не может быть использована сейчас для действия лечения раны любых действий с набором лекаря но сейчас я скажу может быть у них здесь что-то еще прописано интересное может набор медик сейчас и но вот эти вот летучие когти на цепочках но не магические есть на каждом и глобально на этом все никаких сокровищ и чего-то магического или интересного на них нет ведь но что интересно и на что ты обращаешь внимание даже при провале проверки внимания и вы просто прислушиваясь единственные звуки которые вы сейчас слышите всех этих тоннелей это скирш тянущий и вероятно вздохи в той стране и идем в сторону вздохов я очень плохо чувствую давайте проверим там кто-то кричал да давайте я просто это моя история история интересная огнен спасибо тебе можно как-то помочь я это говорю не лечить тебя да только только сон сейчас уже мне поможете я тебя понимаю и вы проходите в пещеру и обнаруживается внутри нее нас как сколоченную клетку а в клетке избитого мужчину которого ты узнаешь а это клубы я герут был нет марш подожди нет секунду все верно я отлично десерт который видит вас ты что-то забыл я бегу я смотрю когда ты это говоришь на тебя глазами типа чел ты в порядке вообще что и бегу клетки ну открывать закрыт там прям замок клетка сколочила у меня набор ключей до 3 подходит чуть-чуть поднимается в него очевидно аккуратно дыхали копьями что он издавал эти звуки вот он выглядит побитым но в целом и идем отсюда наверх не будем здесь останавливаться и я бы еще осмотрел эту комнату где он хотел все понимать хорошо я ничего не вижу я даже рук своих не вижу пальцев не вижу я вообще я бы действительно предпочел вылезть отсюда ошибку и повторять не буду здесь еще один пленник полурослик вместе пытались сбежать вот на его потом вернули а потом отвели куда-то туда ну пойдем себя доведем спасибо он выходит нихера себе ты много их видел кстати говоря нет столько не видел может он дальше но у них насколько я понял но и на драконим то пару слов знаю но из того что я понял что главное у них типа вон там вон там куда он показывает туда ты не слышал как его зовут король а полурослика 2 куда я отвели туда же к нему куда-то туда ну хотя бы одного спасли я сейчас не справлюсь ни с чем нет 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 мы делаем идем наверх и вы проходя мимо скетча вытягивающего тела он он прям шипит когда вы ваще рядом всего добычи оказываетесь скетч вверх потом вернуться не пугай вон да все-все-все просто стоим подальше пока окей ну вы в состоянии в целом починить подъемник так чтобы можно кто-то первый полизать наверх и дальше новую ловушку тоже надо обновлять можно ее не обновляйте так вы просто надо кто-то поднимает можно хоть 4 за раз вот вы делаете меньшим количеством вытаскиваете всех по очереди наружу и вытаскиваете в итоге всех до конца и возвращаетесь обратно к входу проходите дозор там уже баррикад простенькая но все же и я рубин наконец-то выходит на свет и вам хвала спасибо о мужики я здорово а мы думали ты до подохнешь нет их чаяниями там если чё они столько кобальтов завалили это пиздец это это прям мужики и дамы овощи калины овощины вот киртана же в свою очередь подходит к вам спасибо у вас есть набор целителя да разумеется а можно его забрать спасибо мой пал в бою решил набором целителя по жабе ударить интересно что с набором целителя случилось ты жалуешься да почему настроение ты устал мы только что героически сразились с кобальтами и спасли эту жизнь ценой смертей этих 12 ящер сколько и было но мы кстати хорошие дел сделали я и говорю что это подвиг чем-то я могу вам сейчас помочь да у меня не очень много ячейк сколько у нас да по таймингу как будто бы сейчас вечер 5-6 а ну как раз я думаю мы уже садимся ну смотрите я могу как минимум один раз отойди он уже ушел он воткнул косточки в землю и фокусируется хорошо чтобы не гнать все кроме обрена восстанавливают десять хитов камелия запиши пожалуйста все и еще она сделает вот так еще один хит и еще четыре на этом и ячейки все а нет фу это же по файда еще три и еще шесть переченьки кончить записал да ну-ка медленно всего шестнадцать хп нанесли сейчас конечно не всего шестнадцать она прямо знаешь зажимает символ лучше сильно лучше спасибо но хорошо вы выяснили из-за чего поднимается нежить или вы просто на перерыв дома на всякий случай это просто про чем я переживаю ниже скорее всего поднимается из-за этой короны мне так кажется до короля ковальдов мы не дошли мы в засаду попали почистили же что вы по крайней мере в порядке хорошо тогда если хотите я могу заняться уже да было супер ирина во-первых спрашивает можно ли может ли она обновить свой запас стрел потому что у нее заканчивается до глобально ты могла бы подобрать половину из потрачено ну да я думаю я пособирала пока мы там были какие-то из них окей амили забрала наш бабочку бабочку бабочка на упражнение следующее что делает рин это идет охотиться на птичьев ближайший лес к ужину хорошо все же мне как выживание кажется а я хочу помочь ли сверху проверку жевать 20 ты не помогаешь но до 20 тысячи ты в состоянии добыть достаточно птичек а лорус поможет тебе донести супер и следующее уже ближе к ужину когда мы садимся я начинаю расспрашивать ярубина вообще о том что как могу она позже к и дохреждая как мы вернемся ребята а наш курьер не не пришел еще жаль я думаю что кики спросит если какая-то броня в лагере у людей вдруг жаль сбройте книжками еще заявки огран следующие несколько часов просто садится и залечивает все свои раны у него 6 кп вот просто очень долго сам себя лечит хорошо если ты мне даже до конца дня без проверок сделать то вот ну лорус сначала пошел же охотиться там носить вместе вот а потом я думаю короче он базарит с отцом камелии а что типа мы не переживать все страж не бывший так мы же поговорили уже вчера просто меняется он что-то лично подошел взяла я не было потому что но не вы пришли все сильно по более побитый чем камели что я ценю не то что за понял понял ну все и дали надо подать такими с молотоками с местными камелия пишет что-то болтая ножками все дневнички а потому что чувствует себя отлично помогает сушеным как-то потому что глобально тоже может вот и перед ужином ты хочешь расспросить ярко ну вот я думаю что наверное не перед ужином и уже после когда все поевшие да тогда но доедая ночную более-менее придя в себя как раз после лечения киртаны ты что что рассказывать ну я запереживал я за вас и за смотрят на могилу барласа ты решил ну дойти как-то до вас ну как-то подсказать если я тоже прошел попал в селок кобальты оглушили и дотащили до тут мы садили в клетку в клетки раз был я варну собственно тоже много про меня хорошим сказал заслужил и полурослик как эд грин зеленый вот он насколько я понял ну что-то мог и он-то как раз кобальский в целом и понимал не понимает ну и он да он объяснил что у него вообще вон там он для короля пил долго и чекали акубальтов да да и там идея в том что но он какие-то ритуалы делает их король кровавые но только с врагами поскольку он для него пел то он типа и не враг но он как-то там допизделся глядя на камилю говорит что он типа ну раз поют то не враг и поэтому ему жизнь продолжали но оставляли мы мы там были следующие ну поэтому собирались бежать соответственно ребят сбежали получше я сбежал как говно конечно можете описать примерно что они делали может быть какие ритуалы я не видел сам ритуал и из того что эдгрин говорил какой-то кровавый вероятно в жертву приносили получается ну борус успел сбежать и это же они на уровень выше вылезли а я не смог там по сталагмитам забраться там горгуль еще какая-то более злокаменная каменная горгулья ну это такая штука из камня которая бьет как камень и я начал бежать уже от нее обратно это меня кобальты приняли а ты можешь показать где вы пытались вылезти он указывает что вылезти они пытались как раз там где подрались на нижнем уровне ребята смогли пробежать он нет возможно нам надо будет вернуться к змеюки не к змеюки горновой я перепутала с горном с грибом да так змеюки все равно стоит вернуться или нет на обратном пути так то есть полурослик тоже не сбежал его в итоге принесли обратно как и меня если обратно барласа я не видел но вот уж до эльфа какого-то с вами не было эльфа мы еще на уровне выше нашли мертву не но из того что короче и открыл говорил что кобальды вообще не так давно сюда вернулись шик отсюда выгнали какие-то но они говорят типа герои надземники а потом они пришли сюда по моим прикидкам месяц назад пришли ну да 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 имеют не выгнали их страну куда герои никто ничего про них не слышал странно что они на слуху у всех но я думаю что для них то они всех воспринимают как героев как искать или мозгу то там сколько бы ты ещериц ну ладно сейчас отдохнем поспим и завтра этого короля на бубине правильно да ну так мы действительно еще какие-то жесткие да не нам на самом деле там не живут этого помощь на штуку проходить какую но такую щупальца мелко отцебила нам нормально хорошо что договорились ну да там один не будет нас херачить если мы спустились ну вы не должна ну посмотрим не уверенности нет но она 1 спеть ну там у кобальта в какой-то момент было пятеро ну где кобальта где вы спустились на два подземных этажа вы же тут волк еще был насколько я понимаю был вы его убили вы спустились не там всех убили или спустились еще ниже меня еще вытащили эльгирую без ну без прикола получается это аккуратно кива ирин краснеет просто заливается такая есть запросы хочу подойти киртане и спросить киртана вы умеете узнавать настоящее имя то есть короче я хочу узнать если у нее истинное имя это по моему фокус доля заклинания это специально надо этому учиться это он это весьма специфический фокус нет но я знаю некоторых бардов которые умеют ну вообще увлекаются концепции истинного имени я полагаю здесь их нет конечно понятно спасибо также я уверена что если в какой-то момент твоя дорога заведет тебя в столицу там тебе точно смогут помочь спасибо я думаю что кики типа недалеко в лесу сидит и я не знаю возможно есть типа память слушай ну ты можешь потратить время на этот так называемая проверка проницательности на саму себя ну вот да для этого ты кидаешь должно быть написано но я из головы не помню я попрошу тебя кинуть просто обманный обман или дипломатию него а давай волю на самом деле в этой ситуации без пытания все так же размыто это не в состоянии отличить истинные воспоминания которые тебя приходят от уже слишком много всего постепенно начинает просачиваться в твое сознание теперь ты даже не кики ты до следующего длительного отдыха получаешь штраф минус 2 к всему завязанному на воле интеллект также длительный отдых у вас прямо сейчас все нормально ладно не страшно короче в драке так не делай я просто прихожу типа твое вы кто я есть еще какие-то запроси хорошо в таком случае в какой-то момент вы отходите к с и просыпаетесь поутру отдохнувшими то восстанавливать там поиск никому надо чтобы ли ключевой ячейки закинаний от того что дозорные ваши посыли вернуться вы более-менее встаете начинаете как-то двигаться и ричард да и видите что к вам направляется ричард с осликом на котором куча всякой поклажа окей и для него при отодвигают створку ворот которые в целом уже успели вернуть на место и он при этом он приезжает с древесиной с какой-то частью но для починки всего такого но снимается до хера далеко этот монастырь конечно привет ребят так по вашим запросам значит давайте значит во первых ты бросил на бурсу и он опять же он полудобнее как минимум наш делал не для кубинских ручек хотя тебя оба в целом удобно а также значит я слушайте ребят во первых я все обошел у нас не очень много всяких вещей если что но во первых значит где здесь вот четыре зелья я вам надо спасибо вот кто-нибудь возьми на давайте у нас хранитель деле запиши сигнал четыре низших зелья исцеляли ну да например ну и просто что они именно низшие которые по моему 1 до 8 странами вот еще значит вот что я нашел что мне сказали тоже может вас лечить вот жезл и он вытаскивает жезл в виде медицинского кадруция вот извини микрофон так вот после этого осталось еще много денег вот во первых я значили не взял вам там был плач какой-то мне объяснили вещи не уж получил он делает типа выживать лучше под землей вот там была кислота тоже взял нужны три штучки кислоты можно пузырек с кислотой да берем берем пассивы перекидываться буду с двумя жезлами ходить сколько этих кислот 3 вот я просто так же считаю ну типа сколько из ваших ресурсов на это тратится ну да потому что вы сдали тему типа 183 золотых это пока у нас было 45 9 а нет 45 и 60 жезл 105 смотрите жезл вообще нам нужно не нужно это еще одно исцеление в день ну как будто бы неплохо исцеление будто бы вот смотрите тут дальше есть нюанс я но я объяснил ситуацию мы так более менее 8 договорились ребята есть еще деньги потому что я значит принес вам еще румы которые можно загнать в ваше оружие в целом даже я умею это делать но есть нюанс есть так называемая разящая понимаете дачу делают хорошая говорила разящая самое дорогое что я взял там и 65 до золотых вот в целом ну вот либо так есть значит просто равно усиление плюс один и значит есть еще кристалл кристалл тоже можно кристалл интереснее но он только один раз он дает оружию и разящую и плюс один но на одно то разящие это количество костюм удваивать типа у тебя было один до 8 засунул разящую рла на мыстал 2 давайте мировину в целом у нас у нас там было 180 было 180 вы потратили силу 155 на 8 на разящую хватает но хватает в целом но смотрите все что он принес оставшиеся. Ну, кристалл я не уверен, что вам нужен на одну атаку. Да, это звучит правильно. Руны усиления оружия и разящие руны вместе стоят 110. Нет, 100 ровно. Так что, если у вас есть докинуть 20 золотых или вещей на 20 золотых. Вот. А в этих кобальтах не было золотых вообще? Нет, кобальты не пользуются тенгами. На верхних было? А, это были мешочки какие-то. А вот, я вообще хотел достать еще все оружие, которое мы там налутали с кобальтов. Просто, может быть, его можно даже отдать. На переплавку. Типа, вот эти вот летучие когти, разве что. Это может кого-то заинтересовать. Вот он такой вот так. А вот там камней, лад. Вот это было. Лады вообще отлично зашли. Да лады это близко-то пора были. Жаль. Вон там такой один умник. Ну, мы же буквально ничего не находили. Была какая-то статуэтка. Была какая-то статуэтка. Книга какая-то была. Книга. Книга? Да так, это я могу волшебнику пожина попробовать загнать. Да-да-да, там была какая-то в библиотеке, ты, по-моему, находила. Реально была? А, книга Варфов. Да, это у меня было. Сори. Отдаю книгу. А еще есть еще. Да. Ну, смотрите ваши, да? Ну, я посмотрел, у меня просто ничего не записано. Там уже... А, камиле? Я никогда ничего не знаю. Еще была какая-то статуэтка. Статуэтка, да. Я не помню, у кого она была. Стоила она, по-моему, 5 или 10 золотых. Мне кажется, у камиле как раз была, да? У камиле я не знаю, где он. О! Ха-ха! Вот это отдаю. Так, а что это? Это? Просладная перчатка? Не-не-не, она магическая. Полшатная? Угу. Окей. Мм! Угу. Что это? Ага. Тоже магическая. Это гефрил. Так. Окей, ладно, хорошо. Я затворю, да? Подотраскиваю. Я себе, ребят. Так, а это просто говно? Почему ты его не хочешь надеть? Раз в день можно отразить дальнобойную атаку. Типа, отразить написано, а потом пишут. Ну, вы, короче, активируете, получаете плюс 2, и если это, ну, она не попала. Плюс 2 кода и один раз в день на дистанционную атаку. Если она не попала, то вы, получается, увернулись. Понятно. Так, ну, хорошо, ребята. Реакции? Отлично. Так, ну, тогда смотрите. Давайте, вот Рома тогда выполняет. Да. Это. Да. Ну, хорошо. Он реально, он не взял плащ, чтобы выживать? Я думаю, выживайте. Да, но могу сходить ещё. В лесах. Не, не, зачем мне? А, в лесах. Это штука, которая бафит выживание. Именно. Я думала, что, типа, выживать в плане, типа, то, что мне было бы славо. Ещё, там, короче, была штука, паста серебряная, которую можно на оружие или снаряды намазывать, чтобы оно как серебряное было. Это помогает уничтожать злых духов, ну, и нежить там. Нет, оборотней. И нежить. Ну, надо, я не брал, мне показалось, что ты идиотизм. Но против костей это не сработает. Мне с топором отнющина. Тогда не, всё, хорошо. Всё, ребята, отлично. Есть нюанс, магазин там кончился. Вот, я могу попробовать как-то по связям своим пройтись и попробовать ещё, ну, из-за соседних посёлков кого-нибудь поискать. Вот. Но тогда мне от вас более конкретный запрос, наверное, нужен. Ну, руны всегда полезны. Руны. Хорошо. Ну, как минимум у нас есть... Ну, сейчас он нам даёт две руны, да? Всё так. Одну плюс один, одну разящую. Это фишка, смотрите. Как это работает? Чтобы в оружие засунуть разящую руну, сначала в неё надо засунуться руна плюс один. Или она уже должна быть плюс один, как топор, близко топора. То есть ты руны, там, плюс один, плюс два, плюс три, повышают бонус на попадание и дают засовывать другие руны. Вы, по сути, эти ячейки для самоцветов открываете. Ну, вот, разящие нам точно ещё нужны. Окей, ну, давайте попробую тогда как-нибудь по контактам пробить, но это не факт, что скоро будет. Потому что, ну, пока от посёлка к посёлку, это будет проще. И какие-нибудь, не знаю, амулет, браслеты, которые увеличивают... Которые делают так, чтобы тебе сложнее попасть? Да. Очень нужны. Хорошо. Если будет несколько таких штук... То они не будут стыкаться. А ты, блин, шаришь. Чел. Так, вещи на КД, разящие руны. Ричер. Чё, я засуну в топор? Да, давай тогда ты забери себе то, которое ты можешь, а я возьму просто плюс один. Держите. Ну, по сути, просто можете заменить это у себя и дописать. Топор теперь, соответственно, 2 до 8. У меня просто плюс один на попадание. Да, только на попадание. Ну и дальше, если мы найдём ещё рул, можно будет в них засунуть. Так. А не становится магическим моё оружие? Становится. Всё, теперь оно магическое. Блин, вот как с луками это работает? Стрелы становятся тоже магические. Да, об этом судьбу. Просто интересная механика магии. Ну, что ты вот стрелу положил, она прям магией напитывается. Пока ты на тебя делаешь. Да, яс. Так, ну... Слушайте, ну вот это интересно. Если будет ещё что-то такое, давайте вообще, наверное, знакомого мага с ним скандальчусь как-то. Есть у меня один, но не самый... А, я вообще к волшебнику схожу в башню и через него попробую как-нибудь на что-нибудь выйти. Спасибо тебе большое. Да. Да. Ну, опять же, давайте сразу проговорю. Я забираю процент с того, что я вот этим вот человечеством занимаюсь. Конечно. Так мы это просто сразу начинаем. На всякий случай, чтобы у нас, ну, ни договоров никаких не было. Главное, осторожнее ходи, а то, ну, этот лес, он, знаешь... Мы рады видеть тебя здесь, а не там внизу из подземелья доставать украденного повода. Ну, ты будешь здесь сидеть, вряд ли не полез тут сюда. Или мы считаем, что там ещё плохо. Ладно, не ссать. Да всё тогда. Сейчас я здесь передохну хоть чуть-чуть. Да мы как раз поужинали. Ребята, ну, позавтракали, наверное. О, мы уже проснулись. А, вот, как раз готовиться. Вот, и вы завтракаете, как-то более-менее приходите в себя. Он делится с какими-то байками. А, и глобально вы готовы двигаться дальше? Я спрашиваю у него, он сказал, что он собирается в город пойти. Да, поэтому, да. Прошу его передать записку моим родителям, которые там живут. Говорю ему, где конкретно, вы просто передаете им. Хорошо. А, он кричит ещё потом, подходит перед выходом. Слушай, а что Делдрин ты сказал по поводу этих самых? Точно. Это ты мне хорошо напомнил. Да, сейчас. Делдрин вообще сказал, что вау, круто, топор был бы, конечно, лучше, но я понимаю. Сейчас, сейчас, сейчас. Он начинает копаться в своих заметках. Ты реально, я бы просто ушёл. Сейчас я одну вещичку проверю, потому что вам за грибы ещё могли выдать вообще вещи, а я забыла об этом. И за шкуру волка ещё? Да, 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 да. И ещё мы какой-то квест выполнили, я не помню какой там. Там Барууса мы нашли, но он номер. Да, там всё, да. Той разошли кертана могла. Нет, там ещё один просто точный квест был, мы его точно выполнили. И там нам... Грибы, шкура... Топор. Ну что-то ещё было. Да-да-да, было бы. Да-да-да, ребята, ну... Пиздец вы долго, конечно, вкуривали. Не-не, я понимал, о чём ты, просто я хотел посмотреть, насколько долго ты будешь повторять эту фразу. Передлагаю тебе сделать так же. Ты сразу считаешь. Это 20 с кубом обманули Кирилла. Минус штраф. У меня нет нападания, ничего толком. Ну типа, я когда за это... Ты не работаешь, Жан? Это больше иногда для тупости, чем тяжёлый вздох Кирилла на эту тупость. Вот, а за камеру... Во-первых, вот вам выдали пузырьков, я посмотрю, какие она пузырьки могут выдать, я на перерыве вам скажу. Вот, но, значит, за шкуру мне выдали двуручный топор, но как бы он никому же из вас нахит не нужен. Я просто себе, давайте, наверное, на старт. Да, он в продажу в денежки. Или мне? Ну, либо как процент. Да, ну вот, я об этом и говорю, потому что мне этот топор нравится. А, вот, а шериф передал штуку, которую я не распечатал, и он достаёт ониксовую статуэтку собаки. Вау, ониксовая, наверное. Ониксовая, возможно, да, я не знаю, как она. Ониксовая, ониксовая. Ониксовая, да. Собака прикольная. Вот, как он объяснил... Он объяснил, что... Сейчас. Ты как? Можешь так делать? Да. Я, блядь, я не читал, я не вычитал. Что нам положено наградовать? Да, вот, что, короче, просто так его нажимать не надо, но ты думаешь об этом. Типа, гладишь его, и он превращается в собаку. Но раз в неделю и только на шесть часов. Прикольно. Кель. Это может быть полезно. А что за собака? Спасибо. Она может погибнуть. Чего, плана? Борзая. Она может погибнуть. Да. Если она просто вернется в статуе. Ага. Кобальт на веревке. Нет, кобальт на веревке... Мы не будем кидать собаку на веревке. Это магическая собака, она превращается в статуе. Мы не будем кидать магическую собаку на веревке. У нас есть на это кобальта. Мы не будем кидать ее на веревке, она пройдет вперед, она аж ходит. Нет, мы можем просто кинуть кобальта Она не живет Она собака А кобальт уже мертв Так ладно, вы это берете или я Да, да, да Она может узнать, что впереди выманивать кого-то Это живой объект У нас на это есть наш друг Кобальт не двигается Я не про кобальта Это скерж Я про скержа, да Окей В этих разговорах и в подготовке к выходу Вы совершаете последнее приготовление И рассматриваете эликсиры А чтобы мы их посмотрели, я предлагаю сделать перерыв Мы вернемся уже после него Не приключайтесь А вот мы и вернулись Мы обсудили, что За то, что вы привезли грибы Железноцветы Вы получили от Заведующей травами и коренями Две молнии в бутылке И три Каких-то зелья лечения Простых зелья лечения, скажем так Малых Малых, спасибо Низшая, малая, средняя Слабая, малая, средняя Большая, сильная Да сильная Вот малая, значит Третья уровень Должен быть предмет Да сильная Нет Ну пожалуйста А, ты считай, что это Типа поможешь Волшебное слово Итак Вы собираетесь Об этом Да Скастовала Пожалуйста Итак Хотите ли вы еще что-то сделать Перед вашим очередным Спуском Под землю Я дождусь Пока мне какие-нибудь Латы прорезут Пожалуй Шучу нет А, это неделька-две Ну вот Я думаю Я не буду делать Преимущество тайства Хорошо Все Я продолжаю Картографировать Ну по памяти Где мы тут были Где мы там нашли Я Рубина Может быть он там Что-то подсказывает Окей Хорошо Что-то еще Да нет Окей В таком случае Вы спускаетесь Снова вниз Снова Я думаю Что вы где-то На этом этаже Давайте скажем Что тут Ну да Куда направиться Давайте может Разделим эти склянки Чтобы У нас у нескольких Они были Да Это здравая идея Как минимум Которые спасают жизнь А прям все видели Что нам дали Да Ну да Мы такими Сиди Ну хорошо Мы буквально Все стали Когда нам передал Начался Мы же все От него получили Да Хотя Зажлобить Все банки Семь банок Хотел Зажлобить Что Зажлобить Его хилишь Главное В бою Когда вот Вот это вот Дохнет Постоянно Ты больше всех Получаю Потому что Блин Передовой Ага А он Банки Жлобит Хотя По одной Дай Каждому И себе Там все Оставшиеся Оставь Хорошо Держи себе Одну Слабо Спасибо За наглость Мне пожалуйста Тебе малая Держи Умру Да Спасибо Про Камелю не забудьте Да Про Камелю не забудьте И тебе Ой господи Ирина Малая Спасибо А Камелия Остается Слабая Наши нет А слабая Сколько Слабая Это 1D8 Малая 2D8 Плюс 5 Бьется Все действием Поэтому Это действие Взаимодействие Ладно Там Как скажешь Запиши Два Два слова А мне Одну За наглость Я же говорю Блин Если бы не я У вас бы этого Не было Да Ну Рот Роль лидера Она такая Непростая Что вообще Делает Скерж Ну Когда вы Спускаетесь Ничего Дверь закрыта Трупов Нет Он закрылся Мы слышим Что он там Он там Может быть Что-то Нет Скерж Скерж Давайте будем Аккуратнее С ним Он Просто К тому же Он вышел из себя Немножко Он безусловно Вышел из себя Просто Мне будет Спокойнее Если я сейчас Увижу Что он где-то тут Да Да Конечно Лучше знать Где он Как Слышится Из-за двери Приглашенные Короче Я думаю Лорус Берет Опять Рисует И тут Он сейчас Рисует Что типа Мы пройдем Дальше Вот Потом Если будет Что поесть Ну ты знаешь Там под вопрос Вот так Это самое Мы тебя Позовем Типа Приведем Какие мне дипломатии И все равно Ахареды Будем надеяться Он не нападет нас Керзи я не понимаю Сахарный Керат Ну туда Значит туда Пойдем туда Давайте забракодируем Дверь А если он В какой-то момент Решить нам Помочь Вовнутрь Мы не забракодируем А нас Замком Ну это уж Как поезди С таким настроем Точнее Забракодируйте Вы глобально Можно Там ручка Какая Ручка Просто Ну типа Усок металла С одной С другой Страны Ну Такая Подкова Вот так Вот так Ты берешь То есть Можно палку Можно палку Засунуть Можно еще Что-нибудь Подпереть Камни До хера Если она Открывается От нас Какой смысл Есть А ну да Да Если у вас Есть какая-то Палка Вот там Есть Да Деревяшки Я боюсь Что если мы Забракодируем Его в этой комнате Он будет Треждевно К нам настроен Да Так есть Вероятность Маленькая Но того Что в случае Чего Он нам поможет Ладно Пойдемте дальше Хорошего тебе дня Гигантским огненным Дварфом Он был нормального размера Ну да Нормального размера Кто? Дварф Огненный Дварф Мне тоже казалось Что он был огромный Средний Ну типа он побольше Ваз Но покрупнее Просто Глобально Это просто Дварф Чуть более Высок Дварф Я бы мне тоже Казалось Что он прям В великанстве Пойдемте Может быть Через право Обойдем Сразу Проверим Что там Просто Если мы Захотим Избежать От короля И нам В спину Еще кто-нибудь Прибежит Будет Хорошо Тогда Можем Начать Проверять Того места Откуда Прибежали Кобальты Да Нам нужно Передвижение По карте Кирилла Сюда Да Спасибо Мы же В прошлый раз Не осматривали Внимательно Нет Давайте Я глобально Пишу Что вы видите Рядом С собой Здесь Судя по всему Это пространство Эта пещера Использовалась Для Добычи Камня Или попытки Добыть Что-то Из камня Более ценное То есть Какие-то Руды Драгметаллы И так далее Успехов В этом Никто Не достиг Просто Огромная Пещера Заполненная Валунами О господи А бы я Люблю Кобальтов Я могу Осмотреть Эту пещеру С валунами Может быть Там что-то Все-таки Пожалуйста Конечно Внимание Тринадцать Тринадцать Нет Не похоже На то Не похоже Глобально Что здесь Вообще Драгоценные Металлы Есть Ну Ладно Смотрю На Может быть Какие-то Дополнительные Проходы Или Откуда Шаг Воздуху Прислушиваюсь Пожалуйста Внимание Двадцать Два Угу У меня Двадцать Два Окей Ничего Формата Ловушек В узких Проходах Которые Ведут В две Разные Стороны Ну и Типа Вы понимаете С чем Сын Прикасается Например Вон Тот Ничего Никого А главное Тихо Будем Сын Вон Тот Да Хорошо Вы Направляетесь В тот Кридор И Обнаруживаете Перед собой Что ж Тебе Ага Ну Нет Это Джонкинс Может Мы вот Эту Часть Да Она Так Красиво Лежит Просто Вся Ну Да Сейчас Если двигать Оп Нормально Чуть Чуть У нас Там же Боевки Не будет Правильно Как Увести Себой Опа Кирилл Нелучший Мастер Бу Дай Боевки Давай Пробираясь По Этому Весьма Тесному Тоннелю Вы Вы Выходите В Большую Пещеру С Сталагмитами И Сталактитами Соответственно Где-то 25 футов В высоту И вы Прикидываете Это Вероятно Та пещера Про которую Вам Рассказывал Ярд И Глядя Да Во-первых Чуть-чуть Дыма Оттуда Запах Какой-то Есть Все-таки Ну как Оттуда Вот Расщельная Если что Типа Вот здесь В потолке Вот Глобально По ней Можно Теоретически По Сталагмитам Сталагмиты Когда они Соприкасаются С Сталактитами Называются Как-то По-другому Колонна Архитекторы Сталагнаты Сам Сталагнат Вот По Сталагнатам Можно забраться Наверх При большом желании Вот В остальном Просто Ну Комната Выглядит Пустой А смотреть Можно Конечно Нам Говорили Что По-моему В этой Комнате Может быть Горбуля 17 Они Они Назвали Горгули Мне кажется Дварфа Наверху 17 Горнового Ничего Они сказали Что это была Штука из камня Да Каменная Горгули Да Только Они Не успели С ней Сразиться Ну Я Робин Не успел С ней Сразиться Как-то Она На него Напала Джер Ну И он Оказался В клетке Я тоже Хочу Смотреть Помещение Пожалуйста И прислушаться И вообще Все Нет Окей 13 Ну 100 Ладно Пойдемте Тогда Давайте По этой Стороне Пойдем Пока И там Дальше Будем Смотреть Выходите Отсюда Оказывайтесь Здесь Это помещение В котором Вы сейчас Оказываетесь Судя по всему Служило Загоном Для Этих Жаг Потому Что и стены И пол Покрыты Вот этой Скользко Полупрозрачной Серой Жижей Да И здесь Ну судя по всему Либо они просто Тусовались Либо же Их просто Здесь Разводили Где-то В углублениях Или в чем-то еще Вот Наверх Ведет Лестница Но я скажу Что это пока что То что вы видите И там Она вероятно Ну Как-то еще Раздвигается Вот Глобально Ну опять же Я повторюсь Никого и ничего Идем наверх Хорошо Ну а еще Как двигать Скрытно Нескрытно Ну у нас Единственный Источник света Это светильщийся Топор Пытаемся Не издавать Лишних звуков Не издавать Лишних звуков Хорошо Так Ну на этом Этапе Мы можем Сказать Что Вот это Вот этим Мы пока что Прощаемся Пока На это Двигаем Ближе А ноги Так Немножко Лучше Поэтому Ориентироваться Да Сань Ты молодец Спасибо Оно там Как-то Под друг друга Или над друг другом Было Не вот То что Над друг другом Это разъебка Я считаю Технологии Технологии До чего Дашли бумаги Накрываю К рисованию Карцевки Да Точно Я только Когда монтировал Был Слышал Это новая версия А6 Хорошая же шутка Ёбаные Маленькие Туннели Направо Или направо Маленькие Маленькие Хотелось Сначала Направо Потому что Видимо Вперед Это общий Путь Какой-то Мы здесь Всегда Вот так Будем? Ну да Вот так Вот Ну кроме Рин У Рин Все вообще Скайф Мне как Даша Не прикольно Окей Хорошо Я на четвереньках Ну Ну В форме Лисы Ага Да Ну Хорошо Ну Смотрите Вы Ну Подвиньте Я просто Мне не очень Дотягиваться А Даша Как будто Поудобнее будет Давай да Куда Как мы До конца Тут какая-то Вот Выимочка Ничего Примечательного Ничего Примечательного Вы проходите До конца Этого коридора Судя по всему Ну В конце Вот что Самое ключевое Дыра Дыра Куда-то вниз Еще ниже Соответственно На краю Дыры Валяются Остатки Какого-то Верхолазного Снаряжения Альпинистского Какие-то Базовые Вбитые Шлямбуры Но Сейчас Не в лучшем Уже Это все Состояние Все У нас есть Факел Да Проверим Губину Главное Чтобы Это не Разозлило Что-то Что сидит Внизу Если Я могу Спросить У костей Есть ли Там Кто-то А это Достоверенный Источник Да Ну спроси Конечно Угрин Мы не будем тебя Остановлять Я спрашиваю Костей О чем А я хочу Спросить Кто обитает Внизу Религия С плюс 7 Сейчас А дыра Вообще Еще раз Что ты пытаешься Уяснить Кто обитает Внизу Плюс 9 Плюс 7 Плюс 7 Ок Я тебе так скажу Ты получаешь Информацию Что Внизу Обитает Король Но Также Что Внизу Не обитает Король Я напомню Про успехи Одна ложь И одна Правда А при критическом Две Правды Что Что Вот 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 то Что вы Понимаете Таким образом Огрин берет Маленькую Одну из Своих Вырезанных Косточек Кидает туда Просто вниз Ок Некоторое время Она бьется Судя по всему О стенке Этой шахты После чего Ты слышишь Внизу Судя по всему Вода Костя говорят Странные вещи Ну то что Костя говорит В принципе Странные вещи Вопрос Это шахта Она выглядит Как Ну какое-то Природное явление Или то что Ее продолбили Дай внимание мне Пожалуйста Смотри Внимание Посложнее Ремесло Попроще Ну давай Попробуем Что кидаешь Да давай Наверное Да пес Нимит Давай Внимание Хорошо Это 18 Куба 24 Ок Ты Приглядываешь И просишь Но вероятно Лорусу Чуть Приспустить Топор Чтобы ты Смогла Разглядеть Это все Подробнее Раньше Судя по всему Здесь была Железная лестница Потому что Ты видишь Следы от нее В стенках Этой большой шахты И по ней Раньше Это было Смысленно Выдолбленное Пространство По которому По лестнице Можно было Спуститься вниз Лестница Уничтожена Но Здесь Была Видимо Какая-то Какой-то Аналог Подъемника Может быть Веревочного Простого Но Система Лебедок И чего-то Еще Которую В целом Можно Теоретически Восстановить При помощи Та же Вашей веревки Если Разобраться Конкретнее Как это Работает Чем Ниже На глубине 10 футов Обычный Камень Превращается В обработанный То есть Стены Этой шахты Облицованы И внизу Ну Судя по всему Типа По глубине Сложно Сказать Но Если Ты Наклоняешь Топор Прям К этому То Ты Видишь Землю Следовательно Можно Сделать Вывод Что Ну Падать Фут в 40 И На глубине Вот Вот Свети блеск Топора Перцает Вода Мы Можем Попробовать Разобраться С Механизмом Чтобы Спуститься Вот Там Как будто Зачем нам сейчас Спускаться Это просто Один из путей Вниз И Смотрим Давайте Посмотрим Остальные Коридары Мы Можем Разобраться Чтобы Если Что Кто-то Или Мы Сами Могли Потом Подняться Наверх Если Мы Окажемся Там Ну Что Короче Я Хочу Как-нибудь Очень Крепко Закрепить Веревку Просто И Спустить Ее Вниз Чтобы Был Какой-то Экстренный Способ Подняться Снизу Наверх Понимаешь О чем Да Слушай Ну Просто Оставить Веревку Не та Проблема Да Да Ну Вот Я Даже 50 Футов Просто Ты Берешь 11 Шлямбров Находишь Который Наиболее Крепкий И Сделай Мне Проверку Ремесла Просто У тебя же Есть Какое-то Ну Я Перекину Это Был Твой Единец Да Это Хотя Был Возможно Не Крыть Провал Окей 11 11 Окей Как-то Ты Эту Веревку В целом Закрепляешь Большой Веры У тебя В нее Нет Но Тебя Она Точно Выдержит Ага Ну Я Оставлю ее Тут На всякий Случай Если Будет Что-то Критичное Может Кому-то Внизу Нужна Помощь Он Не Может Подняться Хорошо Ну Пойдемте Там Внизу Обитает Король Точно Нам Сказали Что Я Говорю Кости Сегодня Странно Себя Ведут Константина Ну Ладно Ладно У нас Будет Поворот Направо Первый Поворот Направо Второй Давайте Первый Давайте Первый Хорошо Вы Подходите Сюда Во-первых Вы видите Что Коридор Дальше Выходит В Какой-то Большой Зал Во-вторых Вы видите Что На стенах Этого Коридора Растут Такого Примерно Размера Фиолетовые Грибы Чуть-чуть Лиминесцент Кики Ты знаешь Что-то Об этих Грибах Я Кидаю Природу Я Полагаю Что Да У тебя Даже Есть Знание Травниче Знание Ты точно Знаешь Что Это Ты Такой Ну да Грибы Светить Грибы Светильники Ну да Ты Слышал Про Такие Ты Знаешь Что Это Конкретно За Грибы Они Называются Визгуны Они Громко Орут Если Что-то Оказывается Ну Существо Источник Света Или Источник Тепла Оказывается Рядом С ними Вот Орут Громко И Больно Но С этой Проверкой Ты Знаешь Что Можно В целом Какой-то Охотник Типа Рин Вероятно Сможет Аккуратно Подкрасться И Разрезать Ту Часть Мембраны Которая Вибрирует И Как раз Минирует Звук Вот Глобально Это Возможно И Если Ты Объяснишь Это Кому-то То Я Дам Даже Ситуативный Болус Я Всем Говорю Тихо Типа И Останавливаю Прошу Всех Выйти Типа Вот Из Этого Узкого Коридора Рин Это Грибы Которые Очень Громко Кричат Если Рядом Есть Свет Или Тепло У них Есть Специальная Мембрана Ее Нужно Тебе Подлезть И Подрезать Либо Я могу Попросить Чечева Но Я Вообще Я Не могу Держить Нож А Зубов У тебя Нет Зубами Тебе Потом Меня Устанавливают Блин Мой Коби Все Меня Пугает Дать Другой Тут Есть Пивной Игромеханически Это Просто Проверка Выживания Выживания Я Думала Это Скрытность Нет Выживания Чтобы Правильно Надрезать Сориентироваться По Маменте И так далее Вот Поэтому Если Я Правильно Помню Лорос И У Лороса Есть Темное Зрение Да Возможно Это Будет Эффективнее Ну То То Есть Тут Смотрите Я Поэтому Дал Вам Либо Мне Кажется Это Должна Делать Трин Или Лорос Потому Что Он Видит В темноте Ну Давайте Я Скажу Конечно Средится Немного Действительно Проще Я Оставляю Тогда Блес Топор А сколько Грибов У этих Там В этом Тоннале Три На Каждый Проверка Да Ну Давайте Если Отойдите Подальше Сколько У тебя Выживание Шесть Я Думаю Что Кики Ищет Что-то Чтобы Закрыть Уши Лоросу Окей Хорошо Не вопрос Он же Защищен От Варгуль Точно Вы Это Снимали Ну Да Короче Я Думаю Что Я Ну Пытаюсь Сделать Какие-то Затычки Возможно Вот Из Какой-то Глины Я Не знаю Как это Правильно Описать Но Затычки В уши Да Вы можете Реализовать Какие-нибудь Простенькие Ну Вот Блин Я не знаю Как это Реализовать Короче Мы Никак Не Можем Узнать Какая Сложность У Эти Вполне Выполнимая По Воспоминаниям По крайней мере Хорошо У меня есть Уверенность Выживания Я могу Просто Взять И сказать Что Проверка Пройдена На 16 Можешь Мы Считаем Что Это Ок Или Нужно Больше Должно Быть Достаточно Ну Короче Ладно Давай Я Попробую И Минимум Поймем Ок Это Или Нет Я Я Тогда Транслирую Что Я Выживала В лесах В сложных Местностях Я Могу Попробовать Иду 16 Я Отхожу Да Нет Я думаю Мы все Где-то Вжабьем Хорошо 16 С ситуативным Бонусом Плюс 2 Благодаря Отличной Проверке Знаний Ровно то Что тебе нужно Здесь 18 Ты Аккуратно Подходишь И Находишь Ту точку Которую Можно быстро И аккуратно Разреть Делаешь То же Самое Со вторым И с третьим Иди Отлично Игорь Вы Просто Знаешь Они Продолжают Светиться Ну Пока Что Да Но Скоро Света Они Даются Кофут Яркого Туского Такого Формата Больше Для Украшения Типа Вода Вообще По логике Это Больше Выглядит Как Система Безопасности Ну Тогда Возвращаемся Изи Пизи Урчи Откуда Ну Пойдем Все Дальше Окей Вы Проходите По Этому Туннелю И Оказываетесь В Большом Зале Про Который Я И Говорил Пока Карты До Скоро Встреч Я Боюсь Мы С ним Больше Не Уведемся Вот С Этими Чистыми Ну А Как Мы Будем Скерш Бить Он Нас Предаст Ханце Это Будет Топ Топ Один Аниму Предательство Аниму Фасад Вы С Топором Да Из блеск отлично вы оказываетесь в наверное самом просторном зале которые вы видели а вся пещера усеяна какими-то соломенными спальными мешками чем-то типа гнезд обломками оружие брони кусками трапез кобальтов очевидно что это место где они все спали жилой зал такой до большой-большой спально-жилой зал внимательно осматриваю но скорее вещички кобальтов нет там чего-то не вопрос помогаю я думаю что я просто слежу за слежу за входами сразу хорошо но ты проходишь туда понимаешь что это соответственно тот же вход который вы видели там тоже грибы осматривая все помещение проклятье насколько кобальты живут бедно даже не бедно а прям ну это очень похоже на скорее выживание чем жизнь и ну так с проверкой 25 посматривая и так прикидочно считая а вы вырезали скорее всего всех или как минимум большую часть рассказываю об этом все получается король остался без свита интересность метка подмечено можем отправиться дальше да да там еще слева грибы можешь это уже срезать сразу чтобы мы если что могли пройти тут написано особенность вы можете выбирать эту способность несколько раз каждый раз выбираете другой навык и отжается при получении этой черты а а окей все тогда я но также там было 4 совершенно спокойно избавляешься не кирилл сделал только 3 фух сейчас видимо 4 ты забыла это еще сыграет он же все продумал все окей всю книжку но идем туда пытаясь не издавать лишний звуков на нас ничего не слышно из этого коридора тишина тогда я прислушивался на 20 нет ничего не слышно да на 20 вы движетесь вперед по коридору в стандартной последовательности да лорус огре камелия и камелия 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 огре кики и кирин вы проходите туда и вам приходится совершить еще один поворот прежде чем вы видите перед собой трон трон на небольшом возвышении сделанным из ярких красных хитиновых пластина лапок судя по всему какого-то большого насекомого над троном висит голова этого насекомого это похоже просто невероятно гигантскую ногоножку и на этой голове как раз потрепанная занавеска которая ну как ширма закрывающая сам трон а у трона у его подножья лежит два тела кобальтов а оба убитые судя по всему ну оба убиты что-то более подробно вам увидеть сразу я боюсь это может быть ловушка может быть ну и соответственно ведь проход на проверить лорус подходит поближе и топором аккуратно наш занавеску пытается этот вид за занавеской трон пустошь ну тут нет никого если осмотреть тела можно понять ну типа как в милиции топором и порубить вообще это тоже была моя заявка чтобы подойти к телам и просто марш тушки довольно нагло он просто буквально начнет копаться в ранах пытаясь понять это 20 хером 26 26 на одном есть следы борьбы и множество порезов другую битв спину ударом в сердце этот спину убит вот смотрите какая рана просто в сердце ударили этот еще три пахался перед смертью может быть король убил это было и было его охрана король убил 1 2 пытался защищать зачем мы своих убивать или кто-то напал на это место победил ковальтов и король сканси я смотрю на скалопендру гигантскую это прям труп труп она раз разлом на несколько частей это прям видно спасибо почему они закрывали трон занавеской ну чтобы все подряд не смотрели чтобы только когда король хочет он его могли увидеть наверно до этого этого камелия ты видела этот трон в своих снах нет он был сильно больше раза в четыре а так а это трон для кобальдов или для людей для кобальдов ну прям для маленького кобальдов но для стандарт не для гигант для типичного кобальдов это странное место ну странное пустое место а я зачем занавеска с троном я подхожу к занавеске и слышишь но когда произносишь вопрос чтобы остальные не поняли ты где голос из тоннеля раздается а вы справа а что не будете давай выходи ну хорошо ну во первых проходя вы видите два еще и вон из того а к вам выходит кобальд женщина судя по всему беловатого окраса в черных каких-то одеяниях с кинжалом на поясе это выходит оставил ее останавливается от вас где-то в 15 наверное очень спокойно на здравствуйте надземники здрасте здрасте вы так понимаю королева мило нет королева моё имя джека джека джек джека джек 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 и ну я не настолько глупа чтобы пытаться сражаться с вами после того как вы вырезали все племя а прям все оставшихся двоих убила я надо зачем потому что их смерти принесут мне гораздо больше пользы если будут сделаны от моей руки вы помогаете мир лакреп покинул нас и и некоторое время назад скрылся в подземельях ведомой своими видениями они остались здесь играть его и но я знаю своих соплеменников особенно темных когтей указывает она на тела если бы я просто открыла себя они бы подумали что я его убила и ради этого притворялась и и вы не королева где королева я советница королева как я и сказала там а вы притворялись им чтобы они не потеряли веру да чтобы чтобы у наших маленьких друзей оставалось впечатление что что король здесь что все как было прежде почему не последовали за своим крым так он не звал он взял своих самых близких самых приближенных тех кто больше всего ему доверяет и ушел я лишь поддерживала видимость почему это не делала королева потому что королева не владеет такими же заклинаниями как я логично убила своих собратьев да ты убила чтобы питать свои силы или его май я спрашиваю тихонечко украин от нее пахнет смертью слушайте сейчас такой отвеченный вопрос просто очень интересно как вы с этими тварями по соседству всеми живете жили ну потому что каком именно речь ох на всяких умертвиях упырях умерть и упырь и мы буквально просто вот ну верхний этаж и тоже под вашим контролем был условно условно буква вот клянусь да картина значит в одной комнате рядом с колодцем стоят значит а я поняла чем бы ну это подземелье не всегда было таким я не знаю как часто вы общались с моими соплеменник что вы успели выяснить у них поэтому я расскажу все как бы мы жили здесь на протяжении долго несколько лет когда мир лакреп привел нас сюда в поиску нового логова для наш нашего клана но здесь он нашел не только место для нас всех но и корон короны было здесь до корона короны здесь и сделали как мне кажется и первое время все хорошо она давала ему силы и мы планировали дальнейшие шаги не самый лучший для вас надземников но тем не и я скажу что где-то месяцев 7 назад почти год уже назад по зиме сюда пробрались надземники наподобие вас но они были заинтересованы не на а тем что лежит здесь в глубине они пробились через нас выгнали нас отсюда мы правило и они прокопались куда-то в и на этом все мы вернулись спустя несколько недель и оказалось что они там изгиб посему мы просто вернулись жить как жили но с недавних пор тела начали подниматься тела кобальтов тоже конечно с недавних пор это сколько примерно может быть несколько недель не как вы это останавливали о особо никак потому что примерно в этот же момент наш великий король решил что ему тоже надо в клуб потому что он знает что делать и буквально пару дней назад в итоге ушел оставив здесь только меня и кровью да у них не лучшие отношения что делать планируете этого много зависит от того как мы с вами сейчас о чем договоримся ну да я бы предпочла просто уйти отсюда у меня нет никаких уже теплых чувств к королю потому что все его идеи судя по всему не сработали и я лишь хочу покинуть это место у меня были идеи что я могу сделать чтобы попробовать задержать вас а потом я задумалась о том что не очень понятно зачем из любви к королю и вы сказали что же нет да я понимаю а можно кинуть видимо общество чтобы понять в рот она или нет или что можно обществом судя по всему до 26 нет 26 слушай возможно что-то она умалчивает но глобально не похоже что она пытается вас куда-то заманить или четко каким должен обмануть тут единственный вход с поверхности через которую мы пришли ясно и только не скажите пожалуйста какие какого рода силы этого корона вашему ну во первых безуменному взгляд а и менее пугать умение насылать видеть больше чем есть на самом деле видеть прошлое какие-то отголоски будущем ты хочешь уйти я покинуть это место король чего хочет не знаю об этом вам нужно спросить ее сама ваше величество не подойдете это необходим желательно не думал что будут значеные кобальты потому что это кобальт ки к больших тоже судя по всему женщина синий чешуей весьма изысканно на самом деле смотрится выходит вот так вот ой ну вот я вышла спасибо большое спасибо на своем присутствии да мы тут просто обсуждаем дальнейшие путь джека джак изволила выявил желание значит уйти отсюда вот мы хотим ну как бы у вас поинтересоваться смеется мне уже нечего здесь делать мне даже неким править а уёбище это красная пусть на свою шипастую шляпу напориться во второй раз умрет наконец-то смысл во второй раз когда его короновали я задача королевы подносить корону короля не был обязан держать на меня столько времени мы были здесь пленницей что он вы правы он не там именно спасибо так ну корона была целиковая он не говорил что-то про какие-то дополнения к ней корона плюс ну он надел на нее череп чей кого-то из кобальда он начал ее улучшать правильно ну да конечно же как ты не рассказала я начала ну в общем корона подсказано ему что можно приносить врагов в жертву и тогда корона станет могущественнее недавно у вас значит в одном из в одной из пещер было два пленника человек и полурослик вроде да полурослик а да был супер хорошо тебя пришли спасать действительно оттуда же а много у вас там еще кого-то нет это последний почему вы вся да ладно и действительно выходят избитый с кучей старых синяков полурослик блондинистый небольшой с длинными белыми волосами в какой-то зеленый поношенные заплатанные рубахи так ну раз все хотят наверх уйти отсюда значит я предлагаю какой вариант мы сейчас по безопасному пути который мы знаем что он безопасный выйдем отсюда так вот эдгарина сразу помощь окажем там вот вы ну в целом как хотите я думаю сможем наверху договориться что вы просто своим делом пошли ты ведьма жрица что ты да иначе ради что я знаю о чердеях базовую инфу как ты знаешь ну ты пытаешься понять опасно ли да ну либо если хотите ну явно что не не тренировать на полурослик можете пойти с нами мы потому что за королевичем пойдем и его останавливать да ну очевидно во первых безусловно скелетку я могу желать вам исключительно удачи но чтобы что мы пойдем с вами моя жажда мести не столь ярко выражена моя ярко но я предпочту не спускаться в эти гнилые мрачные подвалы вы знаете что там гнилые мрачные подвалы это не информация нежить наверное там вода это мы слышали ну раз вы здесь уже довольно долго может быть вам что-то известно про огненного дворфа на первом этаже ну да какой-то из местных культистов которые не до конца умер и продолжает ковать может быть у вас были с ним какие-то стычки взаимодействие там есть множество тварей которых мы просто не трогаем это как часть системы защиты своего рода через которую неплохая неплохая система защиты я полагаю что ваши тоже периодически захотели не туда судя по тому что мы видели наверху куда туда нету нету да заходили к вашей системе защиты умирали да не все из наших соплеменников обрадована обладает столь же высоким уровнем интеллекта как мы с врагами ты зачем вообще здесь оказался ну они вытащили меня из тюрьмы играл здесь из какой тюрьмы изначально ты как здесь оказался мы мы я из отряда серые орлы мы решили просто пойти но мы искать или приключений вы спускались ниже нет мы мы зашли сюда в поисках но всяких сокровищ сокровищ ну да вот большая часть ребят умерли с еще когда с волком дрались но они все вместе налетели на нас и а я и дайрон вот нас посадили в плен и дайрону уже да это принесли это с тобой был изглую ну изначально с головой ну да что мы нашли труп эльфа пытаемся понять в какой он группе был тут и было были разные группы я хочу проверить его на лучше проверять 16 не похож он разве что она в жестком стрессе а почему тебя привели к королеве чтобы играл окрин пожалуйста я хочу выяснить всю информацию прежде чем вести двух чародеев и неизвестного мне эдгрина которого я встретил первый раз поздравляю к живым наверху которые никогда не встречались с магией да нам сейчас нужно выработать какую-то систему взаимного доверия знаете ну мы не атакуем вас вы не атакуете нас смотрите мы когда пойдем обратно там будет скетч это душитель который жил у вас плодовой обезьяна осьминог да хорошо вы с ним поговорили выяснили вы да да он вот изначально мы с ним как бы подружились на какое-то время вот что будет час когда мы пойдем обратно непонятно поэтому если что надо быть всем аккуратнее что-то в ваших комнатах есть полезное а забирать пойдемте пойдем может вы хотите взять что-то с собой вы уходите отсюда навсегда джекаджик показывает на свой кинжал все что нужно мне ужас я я подхожу к ним даю каждому по пайку такая типа какая прелесть вяленое мясо ну и как раз прихожу мимо них даю по пайку и заходим осмотреть окей хорошо кто-то остается за ним болеть да 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 кто тогда идет я я пойду посмотреть комнаты я пойду посмотрю вторую комнату и вот все остальные хорошо проверки 19 19 какую-то осматриваешь ну вот ближайшую хорошо 27 это крит отлично а потому что ты нашел короля он там прятался подкрывать он мертвый а так сейчас ты пошел в дальнюю комнату ближнюю окей ближняя комната ты понимаешь это покои короля досматриваешь ее внимательнее ну типа здесь забрали все ценные и уже обыскивали вероятно проект мы тоже этим самыми занималась но забрали порту вы здорово 19 окей да почему нет у вас есть время вас нет в состоянии я добавлю тебе один да ты находишь какую-то мелочь которая в целом еще может быть сколько-то полезно а записывай сразу в деньгах 14,8 золотых это всякий это браслеты ожерелья как это погнутая диадема по сути скорее цветной металл чем что-то еще но вот округляю 14 8 глобально ну типа здесь постель из волчьей шкуры каменный столик со шкатулками а вдоль стены стоит зеркало из осколков обсидиана которые как раз откалывали вот большого обелиска вначале на фрагма в него очевидно смотрелось а ты же проходя дальше обнаруживаешь здесь окровавленный алтарь посреди помещений проверка религии пожалуйста или оккультизм это религия давить да это жалкие 15 конечно не 27 окей сложно сказать что именно за ритуалы здесь проводились но по логике вероятно что связано с короной кровавый ритуал и кровавильный алтарь все логично ничего нет вещей здесь но ничего дополнительного здесь вращения обидно где джекаджак спала здесь есть небольшая сумка я возвращаюсь таки что за ритуалы там проводила для короны как раз король первый свой ритуал провел именно там и его товарищи если в жертву тоже ты можешь рассказать да откуда они взялись их нашептала королю корона ты не знаешь я это песнопение это текста это пасы руками магию можно творить разными способами как ритуалов если это просто безумные движения безумные рога творятся как ритуалы не как заклинание это разные вещи здесь работают по-другому что где-то день с помощью ну как правило меня и браками да мне не раз это не нравилось садимся день сидим сейчас мечтаю извини за вопрос кирилл да ничего ничего корона кладется просто на грудь существа и постепенно сопровождая небольшим речитативом из него всю кровь просто она всасывается в кору и много разумных вы таким образом принести в жертву четверых это все были друзья игры на нет они к сожалению умерли до этого кто это то есть не так много разумных как будто спускают ники которых начали в лесах пойдемте сюда пойдемте да пожалуйста и идем окей скирш закрытой дверью дальше вот я хотела бы скиршу сказать что там в дальней самой комнате а мамам а ну не думаю тогда просто можно принести за окей да не вопрос хорошо женщины даже как-то не особо реагируют на то чтобы это делать хорошо один за другим вы поднимаетесь наверх я думаю прежде чем мы выходим ну вот как бы и поднимаемся по лестнице в территорию где все наши кто-то из нас выходит и говорит о том что мы сейчас вы видим двух кобальдок и все ок ну вот рим видимо это хорошо да и поднимается но на всякий случай не очень показывая агрессию будьте на чеку окей сколько нас еще мужичков с оружием четверо считая рубин и чуть мне казалось что у нас побольше нам это около 8 10 ну справедливости ради с ричардом скорее пришло еще пара страшников скажем что 5 но так ну и жрица да ну да там еще жрица марк да она глобальный человек 8 но мужичков с оружием сейчас 4 а мужички которые строят они же они в первой смене строят марк хватит охотникам чтобы они подрабатывали это разнорабочего чтобы защитить свою дочь да они в первой смене строят во второй охраняют потом порт-отель открою бригада типа нормально поднимаемся но уже ближе вот к подъему лорус обращается к джека джак и говорит слушайте там наверху жрицы были наши можете ей пожалуйста рассказать свои догадки по поводу вот поднять хорошо спасибо можно до того поднялись финальную проверку не за общество видимо потому что тут это точно выяснить что чтобы выяснить вайп от этой чародейки объясню сейчас более конкретно как будто короче хочу понять она сейчас максимально пытается преподнести что она просто заебалась тогда либо это выглядит какой-то хитроумный дополнительный план что типа она хочет выйти всех перебить не знаю 12 вот поговорили спасибо я по дороге спрашиваю у элдрина владеет ли он этим истинным именем нет сколько ему лет на вид по твоим прикидкам типа лет на пять больше чем тебе хорошо вы выходите и но те кто есть у вас в лагере так ну безусловно смотрят с опаской но они как больше делать надземники мы уходим они на общем разговаривали ну он давайте даем сейчас я вот с ней поговорю и разойдемся там что-то пронежить вот это все да мне было быть девочка моя мы с тобой вот и действительно она какую-то крайне сокращенную версию затирает киртань это накидывает еще несколько вопросов я ценю что мы решили делом миром они убили все а мы слышим это да но справедливость ради на нас нападали конечно конечно на мертвы они не вы ну ну что пойдем искать лучшей жизни их смерть питала нашей жизни да я готова конечно давайте это как загасить не знаю весточку пришлите куда-нибудь салютик запустить пока куда салютик запустим и в небо вот и если никто мне препятствует то джека джека фрагма просто покидают ваш лагерь хорошо они уходят ребята так женщины сдались эдгрин здрасте можно меня там не знаю кормить конечно сейчас чуть залечивает ему раны в какой-то степени ребята соорудили некое подобие ну не то что ванны но почка да они добили бочку соорудили поднос воды и глобально но на солнце ее можно нагреть и в это как-то странно что желание позовут подмогу если у них была подмога не бы позвали куда раньше вы же видели гобальда входящих но дать а что странно да все это обезумевший кого не очень много вопросов которые все еще без ответа что это за группа приключенцев которые сюда спустились почему мы о них не знаю вот группу эдгрина с игре нам хотя бы вопросе можно спросить данные этим и займусь просто вообще что за безголовый эльф лежит все еще это скорее всего вот из первой группы данные что он не такой чего не спускались сюда это не такой старый труп носить буквально такой да это до относительно старый но посмотрите судя по всему целью у многих по крайней мере у лидеров вот этих групп была эта корона просто кобальда они не знали и по дурости нашли вот и как раз у нас и получается что была одна группа которая шла не за короной куда-то еще ниже на то что что там ниже мы будем вот выяснять ты чувствуешь извини как через тебя во многом из-за твоей связи какой-то возможность сакральным в целом из нежчего особенности со смертью проходит как будто бы импульс начиная от ног и выходит куда-то дальше сильно пахнущую смертью и ты видишь что ну просто периферийным зрением ты обращаешь внимание что киртана тоже слушая до этого лорус а смерть где-то смертью что-то поменялось что что поменялось как будто как будто бы можно перестать терять время и пойти мы не теряли блин ты же тоже почувствовал да это просто энергию всплеск энергии смерти некротической это место действительно сразу трупы кобальда в которых мы оставили внизу сейчас поднялись а их всех съел скетч там же не стал там же не осталось трубка там проходили все занесли ему как умно она у вас там много тел просто валяется подсказка мастера да около подъемника у вас валяется 7 трупов около колодца мы не забирали оттуда мы забирали оттуда несколько двоих точно забирали то есть пять еще есть безголовый тот чел и я подхожу к могиле адано будет в порядке я защитила их от этого ну правильно быть я не знаю какую силу этот всплеск проверьте что киртана выглядит ну типа крайне нервно в этой ситуации что не типично для киртана которая до этого всегда была крайне взвешенной какой-либо спокойно это же можно проверить был труп дворфа в одну из комнат поблизости куда вы его отнесли скелет дворфа да мы их захоронили в общей могиле за пределами монастыря и вы все с кости что мы нашли и вы их тоже защитили да попроще она защитила пойдемте подойдем посмотрим пойдемте и действительно вы выходите за пределы ты например видела выходя на ходу действительно есть такая ну простенькая братская могила пошире обычных а куда нам очевидно были скинуты кости могилы недвижимы но этих не оживила пойдемте проверять мы пойдем видимо на только остается как насколько сильно это волна она могла дойти до города например мы можем послать кого-то проверить да да ричард еще не ушел да и здесь если чё с вами все это время стою я понимаю что у вас типа серьезный просто разговор поэтому и ричард а дорого будет коня взять чтоб сюда быстрее добираться да какой-то здесь не пройдет здесь же леса эти ебливые прости прости лес то есть да тропинку то я более менее нашел но хорошо желание за день я смогу ну ну чё буду выдвигаться раньше раньше встану раньше доеду а мы вниз пока они не полезли мы не можем наложить у нас нет ни у кого что-нибудь что позволит шагать ему быстрее нет я не владею столь могущественной магией и я но я думаю что ты говорил мне о том что тебе кажется что что-то пробуждает внизу так и есть я думаю что этого есть какой-то источник если этот источник уничтожить то возможно я имею ввиду из могил еще надо выкопаться но ричард скажи чтобы они защитили кладбище поставили кого-нибудь наблюдать не знаю кистана давайте вы напишите какую-то ваше такое послание потому что консорциум не будет меня слушать я бы иди сюда а пойдемте лишь там у могилы стоит она подходит и начинает объяснять ситуацию явно только так считаете что но мы допускаем я лично мы лично сразились с тремя скелетами тремя упырями из темным духом за вчера тогда давай ричард я с тобой пойду меня и на с большей вероятностью послушали в любом случае не сити весть а мы пойдем справляться с тем что внизу сейчас давайте до мужики следите прожили рубит принтер ну все ну погнали еще как подпоясница опять же хороший сон пошел на пользу дядьки берет топор берет какие-то вещи которые успел здесь себе присвоить и вместе с ричардом с какой-то частью вашего скраба они ну весьма уверенным таким маршевым шагом выдвигаются попробуйте привести сюда больше людей хорошо когда они уходят я срываю я рубину цветочек на хорошую дорогу спасибо как клевер четырехлистного цветочка полурослица двухлестный клевер безлистный не так ну хорошо здесь что там есть проход дальше или данным на спускаться там только возможно нам стоит взять с собой какие-то доски чтобы отремонтировать спуск туда какие-то материалы я не видела ничего внизу или разобрать бочки местные разобрать бочки наверно звучит да да мы здесь сделали такой маленький склад в целом уже так что можно попробовать использовать гвоздей по минимуму на есть а ну давайте это как раз тот момент когда когда нам нужно ну давайте берите что вам кажется нужно пойдемте сначала проверим что там что надо да 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 это просто на будущее мне кажется сначала надо спуститься и чекнуть все поднявшиеся трупы на первом этаже ну пойдемте пойдемте хорошо вы аккуратно спускаетесь на первый этаж начинаете двигаться обезглавленный труп все еще без главным просто лежит скелеты которых вы разрушили в склепе все еще разрушен ничего с ним не происходит а вы подходите аккуратно ближе к колоду лорус ты наверное заглядываешь тела вроде как все еще лежат но сделай мне проверку внимательно сомневаюсь 11 11 нет слушай ну просто все все те же самые тела все так же лежат надо отсечь им голову это странно да или или сжечь от них надо избавиться в любом случае это и дальнейшем избавляемся от всех тел да ну или можем их опять же скормить интересно успел ли он всех сожрать или там просто комната забитая зомби когольтами с которыми я надеюсь он справился да я думаю что успел он маленький не жрет тип и час когда есть что жрать но мы заходим в комнату пойдемте рубежу окей вы проходите в комнату мне нужна от вас проверка инициатива ну кирилл это было очевидно я не знаю как такие вещи делать не очевидно мне кажется это ну конечно сейчас у меня так это за кого кидал вот скажи это за не видел сначала за огрина но они не вместе хоть перейти можешь подкорректировать а точно я могу сказать что вот в вашем стандартном сетапе что происходит так инициатива партнер 26 камелия камелия 28 28 24 26 хорошо 20 21 и 16 что русский окей рим ты мгновенно успеваешь среагировать на движение в груди труб большая часть из них осталась такой же за исключением одного игрека там к комка ты видишь что комок в углу вылезает из этих тел куда более опасно но ты не застно в расходах ты успеваешь среагировать супер тогда я прохожу встаю вот наверное чуть-чуть за лорусом сюда да хорошо боже в него отсюда стрелять помечаю его своей добычей и дважды пуляю в него стрелу первое это двадцать пять двадцать пять попадает и 24 24 тоже попадает до шесть единиц шесть единиц урона принято а ничего не добавляется нет я не не сфокусировалась что бы делается а уже я забыла а ты видишь ты две стрелы это да ты выпускаешь в него быстро две стрелы которые безусловно пронзают его тело также ему абсолютно боевать но это магический урон это магическое оружие у меня она теперь с рулой хорошо также ему весьма боевать он просто продолжает каким-то весьма невидящими глазами вылезать все на этом да это все камелия о что бы сделала камелия во она сразу попробует сделать а такую херню она в руку начнет говорить типа давай кого побег типа пытаясь его отвлечь голосом других кобальтов чтоб понять можно ли отвлечь его внимание хорошо давай кидай 25 25 окей да это успех но тогда она от него спрятана просит внимание же да успех тогда она от него там нет у него это вообще была проверка на то что действует на металле да это действует вот и тогда видимо и тогда видимо она на пуху и просто метнет него это нож бабочку как это называется нож звезду это 18 18 мимо 18 мимо 18 мимо даже с тем что она от него спрятана да и у нее остается одно действие спрятаться она не особо может самостоять а и спрятаться все равно это да второго ножа бабочки у нее нету кураж она уже проебала еще одну минутку хорошо над этим она не будет заниматься потому что я не хочу этим заниматься что она просто подвинется и встанет между колодцем и стеной так нет в другую сторону так да вот сюда вот хорошо принято комок фиксирует взгляд на тебе нет челюсть отодвигается примерно вот сюда и он издает истошный виск мне нужен спас бросок боли ото всех хочешь на нем фокусироваться сейчас я только одну вещь проверю делай 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 сколько а вот столько так похоже на нет не просто больше двадцати не плевать мистер крутой да вообще еще же есть разъем а хорошо флорус 24 24 успех а ты получаешь испуг 2 штраф ко всем проверкам и ну сложности а уменьшается в конце каждого хода 19 19 ты у тебя испуг 2 и паралич 1 26 камелия испуг 2 22 огонь испуг 2 паралич 1 15 15 испуг 2 паралич 1 паралич 1 снимается в конце или пробрасыванием чего-то там паралич 1 паралич 1 раунд соответственно спадет в начале ну в начале его следующего хода да испуг опять же минус 2 к проверкам и ко всем сложностям после чего а да что делает паралич на всякий случай отмечу вы застегнуты врасплох вы не можете совершать действия за исключением попыток вспомнить информацию или только ментальных типа пообразить какие-то эффекты нельзя заниматься поиском вы просто застыли в ужасе после чего он делает сколько где твоя скорость падла ну раз два три четыре пять ну ты можешь глобально это сделать да ну а ну я не могу ее повысить я могу ее повысить да ну я пытался придумать что-нибудь нет все твой ход на этом закончен испуг снижается на 1 испуг 1 теперь у тебя паралич пока что остается да ведь в конце каждого вашего хода все верно хочешь ли ты вспомнить информацию как испуг снизился апаралич нет а а как испуг снизился потому что разные состояния а давай попробую вспомнить так не только один раз потому что дальше не изменяется формат а религия это двадцать это двадцать два три двадцать два три двадцать три это глобально ровно, чтобы вспомнить какую-то часть информации. Давай базу, и как мне рассказали, обычно это работает по вопросам. То есть ты можешь задать, я скажу, два вопроса. Это, судя по всему, ревенант. Существо, задача которого убить своего убийцу. Воскрешенный искренней жаждой мести, и правосудие во многом. Как правило, уничтожается, когда цель умирает. А так он знает всегда где-то. А два вопросика можно по статам, по характеристикам вот это вот все? Есть ли у него какие-нибудь уязвимые места? Уязвимые места? Нет. А, нет, есть. Если ревенант посмотрит в свое отражение, ему будет плохо. Это такая вот классическая мифологическая штука, как можно с ним справиться? Угу. Еще один? Ты так про него говорил, его возможно, типа, уничтожить? Да. Все. Спросил бы, типа, сколько хп, а сколько хп. Да, я не думаю, что ты можешь сказать, я могу сказать, например, какое самое слабое испытание. Ну, это... На будущее. Ну, да, я могу просто сказать вещи из статблока. Ну, типа, можно спросить, сколько у него хп, и ты скажешь, 37. Я скажу порядок. Типа, десятки. Да. Хорошо, все будет. На этом фото крена закончен, он сделать больше ничего не может. Лорус. Ну, Лорус встает в бутерброд. Это не дает себе преимущество, потому что он пролечает. Я понимаю, но уже рано или поздно из него выйдет. Да. И пока как Максим говорим, что, девчонки, не мешаем? В целом, за дело. Да? Ну, давай, походите без второго хила. Так ты же все равно сейчас станешь тут же обратно. 21. 21, мимо. Тоже мимо. Да. Так. 20. 20 же? Да, 20. Мимо. Понял. Все. Ну, и тебе самому страшно просто его бить. Испуг снижается на конце твоего хода. Кики? Паралич. 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 Все. Испуг снижается на 1 в конце твоего хода. Можешь попробовать вспомнить информацию ты этого еще не делала? Да. Да. Религия. Религия. Ну да. Не жут. Случайно не считается. Жаль. Ну, нет. 9. У нас только специально укинуло просто. На этом твой ход закончен. Это снижается. Рин. Паралич. Паралич. Вспомните информацию. Блин, да я его попробую, конечно. Что тут? Вон, 15. Нет, ничего. На этом твой ход заканчивается и снижается значение испуган 1. Ну и Паралич снимается. Нет, пока еще нет. Паралич снимается в конце его хода. Вначале. Вначале что это можно делать. Хорошо. Просто попробуй, сделай вид, что бьет его по голове вот так. На самом деле перехватит рост и перенет его. Окей. Это финт. Это 20. 20. Нет, не работает. Просто ударит его. Нет. На этом ход камелия закончен. Спуг снижен на 1. Паралич спадает. Вы в состоянии совершать, например, ответные действия и так далее. Это ревенант. Выпаливает сразу же. Он идет за мной. Ну, за дело. Он будет бить тебя. Это опасный дух. Такая ты язва, конечно. А, поехали. Обидно. 28. Не крит. Не крит. А у тебя испуги? А, испуги снижают кд? Нет. А, кд это сложность. Да. Да, да. Снижают. Ровно крит. Ровно крит. 25. А. 24 единицы рубящего урона. И он захватывает тебя. Он просто держит тебя с небывалой силой для такого маленького кобальда. После чего... Сейчас я проверю, что это за действие такое. Сколько? 20 хп осталось. А, ну так... Ну, это... Половина. Меньше. Ну да. Ну, если он так спокойно выкинул крит сейчас, на 28, то там, типа... Ну... А дальше он пытается тебя сжимать. Он подтягивает тебя ближе и начинает просто давить тебя глотку. Спас стойкость. Ну, испытание стойкости. сжимать. Семнадцать. 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 Десять дробящего. И продолжать делать то же самое. Еще раз. А, да, провал. У тебя сейчас? Двадцать. Двадцать. Просто провал. Двадцать. Двадцать. Семнадцать. что я умру, когда я в бессознанку впаду. Да, ему надо будет его добить. Огрин! Огрин, мой ход! Бум! Барумс! Ну давай я буду спасать свою жизнь. Здраво. Поэтому я сделаю исцеление, не двигаясь. Это имеет смысл? Это имеет смысл. Сейчас я пытаюсь... Так, за одно действие я могу себя просто похилить. За два это даст больше хила. За три это еще и нанесет ему урон. Что здесь более здраво? И что я смогу сделать еще? Сейчас я перепроверю свои какие-нибудь эти. Окей. Это урон. Ну, мало вероятно, что она прям критически провалит спас-бросок. Да. Только соединиться с куба. Скорее всего. Ну да, давай я себя просто похилю исцелением на второй ячейке сразу. За три действия. Хорошо. Кидаю урон. Сейчас я перепроверю, как она работает на всякий случай. Что там? Вы рассеиваете это. Целем становится все живым. Это ж не работает... Не дает еще плюс восемь, правильно? Это только 2d8. Все верно. О! О! 15! 15 здесь урон отлично. Вокруг, если у кого-то был урон, то он его устанавливает. Но урона ни у кого не было. А два... Но продолжает крепко держать тебя. Угу. Но лучше пусть держит, она так меньше урона наносит. Это так. Но так ей не надо попадать. Ну так я могу выкинуть пас. Да, можешь критически его провалить. Ну она может и критически попасть. Мне уже не понравилось, как она критически попадает. Да, да, да. Ну у него пол с ебанутый. Что? Тебе сейчас опять новый персонаж создавать. Лорус. Лорус делает бит. Хорошо. Бит демап. А сейчас у него минус 2 же? Все верно. 18 нет. Нет. А, это было 17 тем более. Да, кринж. Испуг снижается на 1. Все, нормально. Вот. Так, 18 плюс 9, 27. Минус 6, 21. 21. Благодаря тому, что он врасплохе, это ровно попадает. Так, Соня. КЗ-23. ИЗМ-1. Спасибо. Восемь единиц урона. Восемь единиц урона. Восемь единиц урона, принято. Комок очевидно это чувствует и на 180 голову просто разворачивает в тебя. Ах, ну? Благодаря. Иf снова вогрину. И третья атака надежда на крит. Хорошо. Это не лан. испуг снижается я выпущу в него и дрочки прошел до хеллина просто или так типа если варит особо даже раненый не выглядит просто хелли у меня можно я никто же не косана из вас так все ты вообще вообще ты можешь сделать знаешь чё у тебя же есть боевой медик да ты можешь делать боевого медика в меня и еще и хуякнуть этого ризаны был да я делаю на тебе медицину тогда боевую 15 не знаю ну это ты ровно 15 ты хорошо ты восстанавливаешь 8 ты знаешь 9 да и я выпускаю в него и голодротики хорошо о по мне сделали сейчас лечение ран это снимает ранение это так я больше не ранен один хорошо ну нет это 8 8 нет мимо не нет это вместе есть это 17 тоже нет да мимо окей на этом ход кики закончен спуг снижается до нуля 3 3 открываю охоту на кобальда хорошо пытаюсь спрятаться от него за камели скорее прячься от него за стенка за стенка какие хочу нет я не прячусь и 13 у меня еще был ход все еще разговаривать от свободное действие же и даже вне своего хода свободное действие совершается на своем ходе я дважды в него выстрелила и не попала тогда я на следующем ходу скажу хорошо будем играть по правилам все на этом да окей а спуг снижается до нуля камели камели попробуют убить сначала финтом опять финта не сработает он меньше чем прошлый раз и она пробует его просто стукнуть у него уже дополнительным узком восприятию потому что она уже делал финт не дают я только отключение внимания очень внимания всегда финг просто обман против восприятия по поводу фигакнуть не фигачится как она может помочь огурину в этой ситуации наверно никак и не попадет третий раз плюс 9 там типа 4 7 скуба хорошо на эту фотками или законченный спуг снялся со всех вы теперь бьете как обычно и кубики вернулись комок поскольку ты все еще него в захвате спас тело испытание стойкости это может работать 25 25 это успех ты получаешь только половину урона вместо 7 3 ты не хочу надеть да еще раз это скорее всего нет 19 видится рон и 22 он же встречи раз повторяет 10-1 серого 1 хп да ну смотри все же стоишь покажите ему его отражение это я сказал что я могу сделать а а боевые боевой медик я же не могу сам на себя тоже был у медика фигануть сейчас уже нет у тебя иммунитета сейчас же нет у меня иммунитет тогда давай я сам себя видимо просто похилю за первую ячейку да нет не 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 секунд что ничего смотри на дескриптер своих действий хорошо какие-то называть манипуляция взаимодействие это фильм по он кстати говоря но фильм то ты не делал мне твои интересы на мать меня мои хорошо заполняли все манипуляции тут нету такого необычный кромансы негативный прокрутый оракул фокус примеру они хорошо не говорят некромантия негативный преграждение чары некромантия позитивный да давай я просто себя похилю за первую ячейку чтобы он хотя бы не вырубил меня сразу же ударом ну так все похитил но он сойдет и попробую и он не кинет спас стойкости спас стойкости хорошо он кстати это возможно даже провал 16 провал конечно конечно провал киды 2 единиц до 1 он получает 6 урона противной энергии отлично не могу это опять вот эти блядские губы все да хорошо лорус делает бить окей или но у меня нет ничего отражающего отражающего нет просто есть вариант захватить его чтобы ребята было проще по нему падать на то есть атака с захватом который ничего не стоит захватывают он может захватывать когда у него в одной руке топор не когда захватил да еще просто же не сможете были но в топоре не может отражаться же блестящий у меня это 22 и это попадает потому что он в этом самом значит я его захватил но ты урон девять единиц и ровно принято а вот хочу от топора прям ну не 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 сам он сам истаргает большое количество света ну типа ты безусловно можешь попробовать просто он не знаешь сработает ли еще разбил хорошо вряд ли сейчас это и надежде на крит это крит сюда до сего сюда а в общей сложности так на всякий случай это же с минус 10 типа так у меня 19 получается значит это просто попадание а нет равно просто попадание ну да это не фрит скал из жопы 11 11 с урона отлично сейчас тварь ну наконец-то начинает показывать что ему хотя бы больно ну не показывать что ему больно но когда вы разрезаете определить достаточное количество мышц тварь начинает сложнее действовать отлично все на этом нарус думе от 3 действия да супер кики 6 хп я хочу влить в ограна зелья хорошо 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 да ты восстанавливаешь 2d 8 плюс 5 сейчас я ну ладно ну ладно нормально нормально ролять то он мне не вынесет своими объятиями ну и попробую в него по хвостику давай ну нет это он застрял в проводах нет окей на этом ход кики закончен рин четвертый раунд я слышу странную просьбу огрина о том что показать ему отражение пытаюсь вспомнить что же достаю из своих вещей зеркальца и пытаюсь показать ему его отражаться для этого надо подойти ближе да 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 я оставить два действия подойти три действия попробовать ему показать хорошо как будто у него должно быть какой-то но если он стоит и просто обнимает как будто вот так да ты вполне может сделать вот так он видит это видишь что он вкусе смотрит на это отражение кидает спас воли это успех но ты видишь начинает двигаться медленнее благодаря этому получается состояние замедлен один от него это неудеется ровно то что это делает хорошо я даже сейчас проверю так и сейчас просто два раза огран критически проваливает эти камели она продолжит делать то же самое хорошо она сначала по финтует таки пьет его по джопу видимо а потом сделает фильм это меньше чем прошлый раз 21 нет бьет его палкой своей два раза первый раз бьет палкой 20 это не проходит через его кд все равно его ход в начале ходом восстановлю только два действия вместо 3 блин ты чему зеркалом дальше вебала ну вот я не понимаю это так работает ну слушай одну действия потратить на это это не атака это ничего он стоит стоит попробовать любом случае что еще раз тоже спас о 22 нет сука 5 дробящих 5 дробящих ну это мы стоим это не переживаем вот здесь критический успех ненавижу комков следовательно он больше ну он перестанет быть замедлен в начале твоего ухода но технически просто уже не замедлен не влияет хорошо на этом выход закончен неплохо неплохо окры а вот я могу выпить и это действие манипуляцию тебе нужно будет проходить чистую проверку при провале этой проверки я в любую зелье потрачено но не в ебу зелье но это козел и вторым я просто делаю разрешение нежити отмело спас бросок стойкости спас стойкости хорошо 31 конечно хотя бы нет это не 20 куба критический успех да это простая проверка начни получать может он критически провалил не на этом твой ход закончен лорус все действия вебался заметили бью давай у но это попало это 28 да это попало это 11 единиц урона так 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 вторую до это не попал и третья попытка а в таком случае на этом лорус все кики ну что ж настало время попробовать эту историю хорошо нежить должна лежать в земле я использую пиршество червей для этого мне нужно одно железное существо спас бросок стойкости хорошо это просто успех он получает полный начальный урон он получает полный начальный урон но не получает продолжительный 4d6 колюшево откуда эти черви вообще появляются как они по заклинанию они материализуются как ты это делаешь короче они начинают ну типа я говорю сейчас все я успокоилась я говорю то что нежить должна лежать в земле вот из под земли выползает очень много маленьких червей которые типа окутывают полости по нему вверх наш продалбливая камни в каких-то местах на затягиваться он получает его же рад по 10 15 18 18 урона хорош ну с червями грызущими его плоть тварь выглядит откровенно плохо хорошо хороший ход хорош 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 еще действие хвостик хорошо а так 13 а это считается тоже как атака вторая а круто нет дескриптора атака а по-моему сейчас я посмотрю кого нет дескриптора так это же не на попадание следует не на попадание круто потому что ворс его держит домой отлично закончен пятый раунд рим я могу предложить тыкать ему зеркалом да конечно да ну его или держит лорус еду тоже не надо ли что нет ему надо просто кинуть в супер а это провал 24 а у него там есть какая-то его он наш смотрит твое зеркало все еще с ненавистью к себе он прям это пока что все окей ну и он все еще моя добыча я могу у него стрелять оттуда как ты стреляешь если ты в одной руке держишь надо его убирать это прям действие я могу только кинуть ты можешь ну да ты можешь его отпустить надежно то что он не разобьется ну нет это тупо я не буду кидать свое зеркало так а стоп а можно настакать вот это вот типа еще раз посмотри ты у нее три действия ну да ты можешь попробовать теоретически ли ну let's give it a try я все равно не могу хорошо но крит провалов все равно не будет да просто три раза провалил супер мы с минус 3 действия нет на этом твой ход закончен камеля попробует его стукнуть хорошо сначала финтануть он такая да да ты стрёмный но если у нее ничего не понизилось это понизилось 16 не настолько понятно 16 когда у него не особо не нравится камелия в этой боевке 0 импакта окей а ревенант отпускает тебя хватает зеркальце и начинает его просто вот так вот ломать тратит на это все три свои действия до конца своего хода он просто перри прощает его в пыль и дальше он все пришел в себя собирается бить тебя дальше что зеркало окрин ты не в захвате но он все еще в захвате у тебя а это кстати тоже он пытается вырвать следовательно это ну какая в целом разницу что это делает вот давай я не захвате давай я допью зелье все таки это просто 1 до 8 до 7 лучше бы не делала то просто 1 до 8 максимум где зелье с обычная на 1 кпс я восстановил давай попробуем его продолжить бить она это не нанесет ему урон это только даст ему врасплох а при критическом провале он будет бежать надо разрушение нежить спас стойкости 27 обычный успех 5 урона он получает это уже полезно хорошо отлично все 20 2 это хуйню весь шанс сам даже 24 Расскажи мне, как ты это сейчас посчитал. 7 плюс 4 — 11, плюс 1 — 12. Все, да? 24. А откуда плюс 1? От силы. От силы. Все, да, 24. Хорошо. Сейчас. 24? Да, да. Хуй, ровно. 1 в 1. Ровно его 115 хп. Как ты хочешь это сделать, ты держишь его одной левой рукой, у тебя правый топор, твари. Я чуть отпихиваю просто вперед, наоборот, отсюда. Ага, вогрена. Топор застревает в его черепе, и ты давишь, 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 и додавливаешь топор где-то до середины грудной клетки, потому что черепа у кобальдов не такие сильные, он делает... И вот это вот испуг в глазах челюсть. И небольшое желтое освещение вылетает из его тены. И тварь мертва. Вылетает в никуда, или, знаешь, как будто бы направляется к какому-то источнику? А, кинь, мне проверка внимания. Слушай, я бы, мне кажется, тоже хотел это сделать. 17. Вообще, я знаю, переходит ли дух ревенанта условно. Я кидал религию, может, я религию и кину. Что я кидаю? Внимание или религию? Религию давай. Религию — это 18. Хорошо, ну смотри, в твоем понимании дух в любом случае уничтожен, на этом все. И это, скорее всего, был не он. Это была некая энергия, которая его, вероятно, оживила. Вот это, ну это похоже на часть этого импульса. И энергия... Проинзайд Бога. Вот так вот. Их ты как-то выдыхаете. Ну... Рубите остальные головы. Безоруженных больше не убиваем. Ты в порядке? Почему он именно на тебя... Потому что я его убил. Это так работает? А это ревенант, это дух мести. Это темная сила, которая поднимает мертвецов только, чтобы мстить. Они боятся сами себя, потому что они начинают осознавать себя. Начинают осознавать, что они мертвые, что они порождение смерти. Смрада. И они все такие, так поднимутся здесь. Но эти вот не встали. Поэтому... Почему? Непонятно, почему. То, что его оживило, ушло куда-то вниз. С... Это просто энергия, это не он сам. Это тоже желтое свечение, что-то в костях. Да, но это энергия все еще откуда-то снизу. Да? Ну, это достаточно очевидно. Там король, а возможно его нет. И он просто садится в тене и начинает делать лечение ран. Хорошо. Я могу делать лечение ран? Да. Даже разные вещи. А-а-а. Посидим, часик. Сидим, часик, прошу. Сидите. Отрубаем головы. О, отрубаем головы и я поднимаю вот этот подъемничек. Просто, ну, убираю его на секунду и сбрасываю. Типа вместе с отрубленными головами все вниз просто. Не вопрос. У нас где-то есть еще на этаже? Трупы? Вот, ну, в соседнем там уже были скелеты и там были поедены. В соседнем углу хури они не могут стать повторным. Как правило, нежить дважды не встает. Ну да, я это и имею в виду. Голос. Мне кажется, сакральное знание ему так приходит. Нежить дважды не встает. Ну да, ага. Давай. Мое таинство это дэм. Хочу аккуратно проверить мертвую огненную собаку как раз в соседней пещере. Ее нет. Ее просто нет. Ну, она... Есть ее остатки в виде пепла, но глобально она разлагается очень быстро, как и прочие щадки. Супер. Не оставляйте лапу с усилием. Я этому очень радуюсь такому. Что, пойдемте Гварф? Ты зачем? Да я шучу. Шутник, прям. Очень смешно. Ну, у меня было смешно. Я не слышу, как ты смеешься. А-а-а. Блядь, надо было позволить ему, наверное, да? Убить своего союзника? Убить душнину. Это обидно? Нет, для кого-то это комплимент. Ну, большинство твои мобильные. Пытается перевязывать дальше раны. Пытайся. О, 15 кубая. Но это не крит, к сожалению. Окей. 2 до 8, тем не менее. Там же... Ты можешь быть экспертом, чтобы 20... Семь... Шесть. У него есть, по-моему. Можем посидеть, еще чуть-чуть? Ты можешь просто продлить и... Да, я это имел в виду. А, да? Потому что мне понравился результат. Это 13, это удвоено. Это 26. Ну, видимо, да. Если мы никуда не торопимся, я бы... Да, мне кажется, мы уже никуда не торопимся. Пункт героизма. Да, пункт героизма не вопрос. И второй за то, что мы спасли двух кобальдов. Королеву. За то, что мы защитили королеву. Отлично. Они типа... Четыре. Четыре. Не может быть. А? Сгорят через пять минут. Ну, ладно. Ну, поперекидываю что-нибудь. Я себе восстановил 13. 13 на 2. 26. 38 хп. Почти фул. Все, я готов, пойдемте дальше. Окей. Куда идем? Ну, спускаемся вниз по спуску. Хорошо. Спускаемся. Стива валяется там же. Два часа их никто не подобрал. Стучимся к этому другу. Давай. Аккуратно это сделаем. И, может быть, сразу поднесем камни, чтобы подпереть дверь. Она открывается в ту сторону. Какой-нибудь пруд металлический, чтобы можно было... Да, возможно, там армия восставших кобальдов. Ну, давайте... И восставшего скерша. Скерш. И так, я думаю, что это вот такого формата. И разбирайся. Я тоже. Нет, он не нежить. Я их чувствую. Нет. Так, если тренировать туда... Ну, можно использовать твой эльфийский меч на время. А если мы не вернемся сюда? И что, нет там никакой палки? Палки есть, да. Слушайте, вы в состоянии взять какую-то часть оружия, в конце концов, летучие когти, перемотать цепь. Ну, в общем, вы можете сделать эту бригаду. Ну, короче, летучие когти мы уже просто отдали, скорее всего. Но, да. Есть короткие клинки. В общем, есть чем закрыть ручку. Окей, вы это делаете. Да? Или вы... Ну, мы сначала... Я стучусь. Не-не-не-не, мы сначала это делаем. Сначала перекрываем. А потом пытаемся связаться со Скершем, потому что в прошлый раз он тоже не выходил. Окей, хорошо, вы это делаете и слышите. Кто-нибудь киньте мне внимание. 19. 19. Все, что слышится с той стороны, это бесцельное шарканье ногами. В достаточном количестве. Не всех он съесть успел. Пожадничаю. Давайте завалим... Там есть камни в соседнем месте. Да, давайте. Давайте просто завалим камнями дверь. Вы тратите где-то полчаса, чтобы укрепить эту баррикаду. И, ну, надеетесь, что твари не умеют открывать двери. Ну, а если умеют, то и не хватит ума еще и это. Ладно, пойдемте к спуску. Посмотрим, что нам нужно сверху принести. Окей. Вы возвращаетесь к шахте. В сне ничего не изменилось, но вы можете совершать непроверку ремесла, чтобы определить, в чем тут прикол. Я хочу. Давай. Сколько раз я сегодня выкинула один скубар? Как минимум пять. Восемнадцать. Восемнадцать. Достаточно. Глобально можно справиться даже без дерева. Вам достаточно просто веревки. Это будет одноместный подъем, где переплетенные веревки, на которые садится существо, и его вот так вот кто-то опускает. Но для этого должен быть кто-то сверху. Вот, а ты говорил, что там есть дырки из-под вставных ступеней металлических. Мы не можем присобачить туда доски, чтобы это была прям лестница, а не такой механизм. Это займет у вас несколько часов работы, около пяти-шести. И главное, ну, вы понимаете, что шахта заканчивается в десяти футах над водой, поэтому вам в любом случае надо будет прыгать по итогу. Понятно. И можно, ну, типа, сначала вы чините подъемник, и дальше пытаетесь как-то в камень, на остатки металла поставить деревянные доски, ну, невыль. А, ну, соответственно, да, я не прав, существо может опускать и само себя, просто травя веревку постепенно. Вот, час работы у вас будет глобально решено. Супер, да, ну, мы этим занимаемся. Да. Окей, я даже не буду уже просить, потому что вы прошли проверку ремесла, и пятером вы в состоянии это дело починить. После часа работы я еще раз хочу себя похилить. Пожалуйста. Включение банана. Двадцать кубок, когда нужно, блядь. Фу. Отлично. И вы остаетесь перед спуском вниз. Я предлагаю на этом моменте на сегодня закончить, потому что дальше у нас новый уровень, а за прохождение этого получается четвертый уровень. Ура, новый лист! Эш, Кирилл! Наконец-то! Супер, спасибо! Тебе спасибо, Кирилл! Спасибо, пожалуйста, отлично! Пожалуйста. Даже никто не вырисовывает. Ты продолжаешь пугать тебя комком. Это было спланировано. Расскажешь потом на полской парте. Расскажу, расскажу, расскажу. Ну а вы, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк, долбить колокольчик, вступать во все наши соцсети и, конечно же, берегите себя и своих близких. Увидимся с вами через неделю. И пока-пока! Пока! Пока!